Переключил запись. Окей. Регламентация такая. Все выступающие ограничены 15 минутами, с исключением первого выступающего, Бориса Мавцирова, у которого есть полчаса. Пожалуйста, выступающие, следите за регламентом. Если вы не будете укладываться в отведенное вам время, соответственно, кто-то из ведущих, либо Рубин, либо Дикий Человек, я, будет вам напоминать и говорить, пожалуйста, значит, как бы закругляться. Окей? Это раз. Второе. Поскольку у нас по времени, мы надеемся, что мы уложимся в нечто, оказывающее максимальным, 2-2,5 часа, это максимум-максимум, значит, наш регламент, как я сказал, 15 все плюс полчаса первый на выступление, на обсуждение не больше 5-10 минут после каждого выступления. Нам показалось, что правильно, в рамках этой конференции, прежде всего, дать возможность выступающим огласить свою точку зрения, озвучить ее, насколько возможно, обсудить, если мы увидим, что мы не уложились. Заобщая всем, что мы начали трансляцию на Фейсбук. Окей. Если мы увидим, что мы не укладываемся или не уложились в рамках обсуждения, да, то, если будет такое желание, мы сделаем следующую встречу. Поэтому, когда вы будете задавать вопросы, имейте в виду, что в рамках первой встречи, да, это буквально вопрос, а это не диалог и обсуждение. Теперь меня просил Рувен, я буквально в двух словах, в двух словах представляю каждого выступающего, и мы начинаем реально, как бы, нашу конференцию. Значит, первый выступающий – это Борис Мафцир. Я говорю очень коротко, исходя из 99%, это даже 100%, это не чтение куротха им этих личных данных персональных, а исключительно из моего собственного опыта или знакомства с этими людьми. Поэтому то, что я знаю, вам переношу. Борис Мафцир – автор уникального проекта «Катастрофы», документальных серий, гонотомерных фильмов «Катастрофы» на территории Советского Союза. Я принимал техническое участие на протяжении, мне кажется, даже больше, чем одного года. Совершенно потрясающий проект, документальные фильмы, очень необычные, с моей точки зрения, тем, что там представлены именно свидетельства, и именно люди, оставшиеся как бы в живых, и из тех, которые были участниками, и, может быть, даже не менее важно, тех, которые были свидетелями из окружающего населения, все создают очень правдивую картину мира. Значит, сейчас сразу же скажу, что после предварительного разговора с Борисом у меня было ощущение, что совершенно правильно дать Борису, ну, скажем так, два раза больше времени, чем всем остальным. Почему? Потому что, насколько я понимаю, все остальные докладчики – это такие, в общем, более-менее отвлеченная тематика, это разборка некоторых психологических отношений, иудаизм, христианство и так дальше. Мне показалось, что очень важно вначале дать некоторую правильную, если так можно сказать, отмашку, для того, чтобы человек-специалист дал в течение получаса реальную, правдивую, документальную картину, как начиналась ужасная катастрофа, для того, чтобы мы понимали о том, вообще, что мы обсуждаем. Окей? Следующий выступающий у нас будет Рафзеев Мешков, многие его знают по программе «Израиль. Человечество», которую мы ведем уже второй год, человек энциклопедических знаний, человек, который знает еврейскую традицию, человек богатых общечеловеческих знаний, короче говоря, я думаю, да, автор уникальной книги, которым продолжаю делать книги пророков с уникальным комментарием. Окей? Дальше это Нехама Симонович. Я, мы знаем Нехаму как уникальную женщину, к каждому будет слово «уникальная». Почему? Потому что она совершенно уникально знает еврейскую традицию, и как вообще человек, и как женщина. Значит, изучила Талмуд не по одному разу, преподает Талмуд женщинам. В чате, который мы ведем с евреями и не евреями, Нехама представляется как человек, который отвечает на самые сложные и спорные вопросы, всегда очень, ну, скажем так, деликатно в тему и разруливает очень многие вопросы. Окей. Доктор Урий Линец. Прежде всего, соавтор очень известной популярной серии книг, которая в народе называется «Беленькое издание», а именно пяти книжек с комментариями уникальными, основанными на комментарии Рава Уи Шерки, читал в течение шести-семи лет, что-то типа этого, шести, может быть, летая, может, я ошибаюсь, в общем, ни одного года курсы в рамках Лильмода по комментарии Хумашу, по Хумашу с комментариями и по недельным разделам. Как было заявлено, является одним из специалистов по вопросу о катастрофе. Окей. Илья Творкин. Я не знаю, Илья присоединился или нет. Я надеюсь, очень присоединится. А если нет, то я постараюсь его отловить. Илья присоединился. А, все, замечательно, значит, Илью представлять не надо. Илья уникальный человек, энциклопедически сказано было про других, про Илью надо сказать, энциклопедический плюс, да, у него уникальные проекты философские. Большинство людей, с которых я представляю, я с ними связан 30 плюс лет, да, скоро уже 40. Илья человек фантастический, он ведет философские проекты, которые объединяют еврейское знание, человеческое знание, нам его мнение дико важно. Да, последний называется Ахарон Ахарон Хавиф, окей, последний Пинхас Полонский, я думаю, представлять его особенно не надо. Да, известный человек, популяризатор, такое плохое слово, но тем не менее, популяризатор иудаизма, автор уникальной, опять уникальной серии «Библейская динамика», уникальные авторские комментарии к Хумашу, человек продвинутых взглядов, нам будет очень важно понять. Вау, вау, вау. Ну, хорошо, я так про всех говорю, петь человек, нам очень важно будет понять его мнение. Все, заканчиваю, честное слово. А, что хотел сказать, да, почему такая подборка людей, во-первых, они отозвались, да, во-вторых, мне кажется, очень-очень-очень важно было, недаром и конференцию называется «Попытка», почему? Объять невозможно, тема сложная, тема, то, что называется КАУФ, болезненная до сих пор, и надеемся, что останется болезненной очень долго, с этим очень много связано, она очень эмоциональная, поэтому мы попытаемся оценить со всех разных точек, аспектах разных точек зрения, да. Окей, последнее говорю, на этом заканчиваю, честное слово. Я думаю, что-таки это правильно, да, такой дисклеймер сделать. Значит, я не хочу это ставить во главу угла и говорить, что это основная тема нашей конференции, это не так, но, тем не менее, значит, вот то, что здесь написано, вы видите, значит, это обсуждение было инициировано мной, я, Натан Барбару Савани, как реакция на лекцию «Вечность Израиля к дню катастрофы» Раф Йона Левин. Значит, Раф Йона Левин, к сожалению, значит, не смог, не захотел, неважно, он не участвует в этой конференции, да, мы его приглашали. Теперь основные пункты его тезисы, его лекции написаны здесь, читая их коротко, это проще, чем объяснять. Цивилизованная Европа решила уничтожить еврейский народ. Секулярная Европа, у нас следующая основа христианства, ненависть к евреям, логично пришла к выводу о тотальном уничтожении евреев. Современно-западная христианская цивилизация не имеет права на существование, ее развитие пришло в свой тупик. Последний Всевышний наслал корону, чтобы Европа прекратила свое бессмысленное существование. Еще раз, как я представляю, наша конференция – это не кто прав, а кто не прав, это не наша точка зрения против какой-то точки зрения. У меня лично был импульс о том, что заявленные вот эти тезисы, они представляют эту сложнейшую тематику очень узколобо, они представляют ее очень однопланово, они совершенно не отвечают на запросы современного человека, действительно, попытаться понять. И что самое главное, последняя фраза на этом заканчивать, у меня было ощущение, что такое жуткое явление, феномен как катастрофа, массовое убийство людей, евреев вообще, которого не было как бы на истории человечества, его используют цинично для просто выстраивания некоторых простых идеологических доктрин схем. Старое ушло, новое пришло, ребята, у нас все правильно и так дальше. Мне это совершенно не понравилось, я обратился к тем людям, которые отозвались, соответственно, мы имеем в результате то, что мы имеем. Окей, все, я сделал стоп-шер, я сделал вступительное слово, соответственно, Рувен, а, да, тогда даже не Рувен, а давайте сделаем так, я даю слово, если так можно сказать, пожалуйста, Борь, ты с нами, правильно? Борис Мамцир, ты с нами? Все, ты первый докладчик, окей, мы предоставляем тебе слово, мы тебя слушаем, у тебя полчаса времени, окей? Окей, добрый вечер, во-первых, мне очень приятно видеть здесь Илью Дворкина, мы с ним не виделись очень-очень много лет, в одной из предыдущих-предыдущих-предыдущих жизней. Я начал заниматься темой Холокоста совершенно неожиданно, в 2005 году вернулся из Москвы, там работал два года как глава императора, сахнута от Ленинграда до Камчатки, и у меня не было уже особых планов, я даже думал, что иной я больше заниматься не буду. Получил приглашение от Абнера Шабева заняться попыткой собрать имена евреев, погибших во время Холокоста на оккупированных нацистской Германии в территориях Советского Союза. В марте того же года имена погибших были введены в интернет, на иврите и на английском. Появился спонсор на русском языке, сказал, давайте сделаем на русском, и вот тогда объяснился весь в кавычках ужас. Если в Западной и Центральной Европе были известны примерно 95% имён погибших, территория Советского Союза, главным образом, конечно, Украина — полтора миллиона, Беларусь — 800 тысяч, Литва — 200 тысяч, Аравия, Латвия, Эстония — 22 области России, было примерно 12-15%. Общее количество уже было известно, монография, не только доктора Исхапера, уже была написана, уже была опубликована. Речь идёт примерно о 2 миллионах 700 тысячах советских евреев. Сразу надо оговориться, они были советскими неадекватными. Были советские с 22-го года, были советские с 39-го года, были советские с 40-го года, но на начало войны 22-го июня 1942 года они уже все были советскими гражданами. И сразу оговорка, беженцы, еврейские беженцы из Польши, которая осталась под немецкой территорией, они оказались в Советском Союзе, они к этому моменту уже были депортированы на север России и после этого в различные территории. То есть о них, собственно говоря, уже речь не шла. Те, которые приняли советское гражданство, были немногие и такие, они уже считали советскими гражданами. Я начал заниматься проектом совершенно неконвенциональной схемы с добровольцами. Никто не верил в это, потому что, ну как это так, кто будет добровольно искать имена? Это удалось. И Джоинт, и Сахнул, и Натив, и местные организации, они все работали совершенно добровольно, мы оплачивали только на сухари и на телефонные разговоры. Я объездил примерно 160 городов и деревень, и местечек. Я называю эту цифру, потому что я государственная организация, ну не государственная, но, так сказать, организация упорядоченная, бюрократическая, надо было каждый раз писать отчеты. Поэтому эти отчеты у меня сохранились. Вот тогда для меня открывается страна неизвестного Холокоста. Страна местной памяти, но вне этой местной памяти мы знали очень много. В то время прошло уже, надо учесть, примерно 15 лет после распада Советского Союза. Во всех местах я встречаю людей, которые на рубеже 90-91 года начали заниматься историей Холокоста. У всех примерно было одинаково и старше. Уже начали публиковать воспоминания, начали публиковать исследования. Уже появились первые и диссертации. Но в Яд-Вашем ничего этого не было. Самый характерный пример, если вы вспомните в ваш визит в Яд-Вашем, зал Бабьего Яга, что это примерно 7 метров на 4, это всё, что было известно о территории Советского Союза. Абсолютно непропорционально почти половине жертв Холокоста, почти половина из 6 миллионов. После 7 лет я решил начать документацию того, что я увидел. И так появился сначала первый фильм. Спасибо Натану, что уже способы первого фильма Натан был не год, это было 5 лет, когда ты вёл нас с нашим сайтом, и в итоге всё было по крайней мере доступно. Потому что изначально весь проект был предназначен для открытого доступа кубка. Когда Натан позвонил мне, я предложил одну тему, которая, может быть, вас интересует. Это не только что, где, когда и как, но и почему. Я опираюсь на то, что я снимал в десятках мест. Сотни свидетелей, различные историки. Я не претендую на однозначность. Хочу предупредить старание. Я не претендую на то, что каждый из вас должен однозначно и категорически согласиться с тем, что я говорю. Но я пытался выяснить не только, что произошло. Это были первые фильмы. Не только, как это произошло, но в итоге, особенно в последних трёх фильмах, а почему это было возможно. Выстраивается картина, которую я пытался передать через те линки, которые я присоединил к моей лекции. Это рассказ о том, что было в Бессарабии летом, июль, начало августа 41-го года. Это эпизод из фильма за Нистру. Тот, который я назвал «Месть румынов». Румыны в 1940-м году уходят. Советский Союз аннексирует Бессарабию. Это уже было вне соглашения Молотова-Риминова, так же, как и Северная Буковина, Черновцы. Через год они возвращаются. Всего год. Но за этот год произошли тотальные изменения. Власть поменялась. Всё поменялось. На каждого местного жителя советская власть уже наложила свой отпечаток. И вообще, постепенно, когда я начал снимать ещё территорию, ещё территорию, ещё территорию, визуально представляется очень чёткая и жёсткая картина. Холокост начался на территории от Балтийского до Чёрного моря. Но вся эта территория, это была территория аннексированная Советским Союзом. Восточная Польша, Западная Украина и Западная Белоруссия, Прибалтика и Миссарабия и Буковина. Или два года, или год. Вот, когда я разговаривал с людьми и спросил, а что же изменилось? изменилось всё. Люди потеряли деньги, потеряли уверенность. Пришёл абсолютно новый строй, который сломал всё. Появилась у многих ненависть к советской власти. частично эта ненависть неоправданно, непропорционально была направлена против евреев, которые в глазах многих местных жителей считались соратниками, сотрудниками с новой советской властью. Были на это причины. Но мы сейчас говорим о том, как это выглядит в глазах местных. И вот фильм «По дороге в Бабиер», в котором я пытался рассказать о первых днях Холокоста в Украине. Бабиер — это день номер 100. Как начинается система уничтожения евреев с запада на восток? Запад — это Галиция. Самый известный пример — это Львовский погром. Но я искал места, которые не так известны. И нашел историю Бережанов с историком Шиманом Редником, который, кстати, о Бережанов написал очень известную книгу, часть его тревоги. Вторая была уже Польша, а третья — это первый период его жизни в Израиле. И вот он приводит меня к зданию тюрьмы, рассказывает о том, как КГБ свидетельство, он зачитывает свидетельство. КГБ, НКВД тогда не успевает расстрелять всех политических заключенных, большинство украинцев, но не только. Кстати, во многих местах, это было примерно 40 погромов на той же почве, были евреи в тюрьмах. Часть успевают вывести, часть расстреливают, тела выносятся на, выкладываются около тюрьмы на территории двора, начинается подобное. Смерть евреям, смерть евреям, полякам и москалям. Вот вопрос был, а почему евреи? Почему дети, женщины? В чём они замешаны? Вот Шимон Рейдлер даёт очень жёсткий ответ. Он говорит, в глазах местных жителей евреи были причастны к советской власти. Неоправданно, но так они это видели. А советской власти уже не было. Коммунистов уже не было. Местили коммунистам через евреев. Они были здесь. Мы поехали в Тернополь, это уже областной город. Красивый австрийский город. Если кто-то не был, я советую поехать туда, вообще природа, там потрясающие Карпаты, красота. И рассказ подобный. Там тюрьма больше, жертв, я имею в виду, расстрелянных больше, погром больше, а история та же самая. И вот эта первая фаза. Она повторяется в Бессарабии, она повторяется в Луковине, она повторяется в Галиции и в Волыне, я имею в виду Луцк, где мы тоже снимали, она повторяется в Латвии. Вот эти годы полтора, они изменили абсолютно фазу и отношения между властями. Я искал то, что называется как бы точку отсчёта, поэтому обратился к Димоте Снайдеру. Вы знаете его книгу «Кровавые земли», вы знаете его книгу «Чёрная земля архе на просте». И мы поехали к нему в Ельцинский университет, это была единственная поездка вне расстрелянных территорий. Мне казалось вначале, что я даже не оправдываю. И в том, что я посоветовал вам посмотреть, я не знаю, кто-нибудь из вас посмотрел на один, Димоте Снайдер сказал несколько вещей. Две из них актуальны в нашей сегодняшней теме, а может быть даже и три. Одна. Как произошёл вот этот, я бы сказал, сгусток нацизм, который был направлен против евреев. И он объясняет это очень чётко. До 1919 года у Гитлера было чёткое представление евреев. Евреи и капитализм айнуах, то же самое. Евреи капиталисты, капиталисты евреи. В 1919 году происходит изменение. Германия, и вам это известно, заполняется беженцами после поражения белых в гражданской войне. Среди их, кстати, было очень много этнических немцев, которые поколениями жили на территории России. Они приносят ненависть и страх перед красной еврейской заразой. Они приносят ощущение, что большевики это евреи, евреи это большевики. Английский Кимотиев сказал «евреи коммунисты, коммунисты евреи». Отсюда, кстати, через 20 лет появляется слоган, который вёл нацистскую пропаганду на территории Советского Союза. Жида большевики. Мы воюем с жида большевиками. Это был главный мотив нацистской пропаганды. В листовках, через газеты, через радиопередачи на линии фронта, всеми доступными средствами. И вот это ощущение, которое, кстати, независимо от моего проекта, я высмотрел в уникальном фильме Клода Ланса Мершоа, когда Рауль Хильберн сказал генеральную короткультура что хотели нацисты по отношению к евреям. Сначала они не хотели, чтобы евреи были среди нас, иметь среду, немцев. Это нюрнбергские законы. Потом они не хотели, чтобы они были около нас. Это уже нюрнберг. А потом они не хотели, чтобы они были вообще. Это уже было. И объясняет Тиматя Снайдер, как же произошло, что местное население принимает такое активное участие в уничтожении евреев. Антисемитизм, он был всегда. Антисемитизм исторический во многих местах, естественно. Достаточно ли его для того, чтобы устраивать эти жуткие погромы? Механизм был другой. И вот это я услышал, когда я делал, кстати, фильм о Латвии, странах, в которых не было истории погромов вообще. Никогда. Вот как же произошло? Советская власть приходит, она меняет всё. Старую как бы власть, бюрократию, богатые сословия, элиту, она убирает. И, кстати, высылка была во всех местах из Латвии, Литвы, и Бессарабия буквально за 2-1 неделю получала совершенно случайно. Западная Украина за год этого, в 40-м году были чистки или высылки. Люди приспосабливаются, они уже работают в советской власти, они служат этой власти. Приходят нацисты, это поворот на 180, на 180, на 180 градусов. Но лозунг, слоган совершенно другой. Мы воюем жидо-большевиками, они не виноваты во всем. Вы не виноваты. И тогда тот, кто не еврей, очень удобно, правильно и поощряюще обвинить во всем евреях. Потому что все, что делается по отношению к евреям, это прежде всего безнаказанное. Вот знаменитый уже сегодня исторический указ о том, что все служащие, вермахти, полицейских подразделений и прочее заранее освобождаются от любой уголовной ответственности во имя безопасности, а безопасность подразделивала среди прочего и евреев. Оно стало всепозволяющим. Это была первая фаза, когда погром, который, как я иногда определяю, позволяет избивать и даже убивать евреев, превращается в холокост, который требует избивать и убивать евреев. Вот это фаза мести. Два самых известных эпизода, один, конечно, это Львовский, второй, это Овенский погром, но в Литве были десятки мест. Первая местная массовое убийство было, кстати, в Латвии в начале июля местными силами. Отряды, то, что называется самообороны, они, кстати, были растущены довольно быстро, продолжали потом только отряды Арыса, глубинными известными автобусами. Вот тогда начинается вторая фаза. Она опять-таки базируется на том же приказе освобождения об ответственности. Тотальная индустрия начинается уничтожение элиты и молодёжи. Это западные территории. Почти очень мало кто успел бежать, никто почти не был призн в армию. Не успели вообще многие были на подразении. Кстати, это вы тоже знаете, оставалась ещё старая граница 1939 года. То есть даже те, кто хотели бежать, но в определённом моменте не могли убежать и разворачивали обратно. А потом уже было после. Вот тогда начинается вторая фаза организованное уничтожение элиты. Их приглашают на совещание, на консультацию, на какие-то встречи. Вот это рассказ, который вы видите в эпизоде Кучича, к примеру, и увозят на расстрел. Подобное вы же увидите в рассказе о Луцке, то же самое вы увидите в рассказе о Бертичеве и во многих других местах. Я же не снимал во всех случаях. Но самый важный момент это фаза третья. В книге Джоната Литтеля, «Благоволительница», я даю русский перевод, есть такая фраза, когда два эсэсовских офицера беседуют, и вот один рассказывает другому, я приехал с Украины, и там идут тотальные расстрелы. Имеется в виду всех, женщины и дети, да и женщины и дети. Вот это была уже фаза, которую мне было очень тяжело понять. Она была. Вот идешь с места на место, есть у тебя данные, в Ятвашем сегодня есть Кинимсайдс, список сотен мест, более тысячи мест, статистика уже есть. Подробно, что, когда, сколько, ну, а вот почему? И я, первый ответ я получил в Минском гетто, вообще в гетто на территории Белоруссии. Вообще, почему там оставили гетто? Вот фронт ушел, восточную Белоруссию очистили, извините за выражение, а в Западной Белоруссии оставили, в Саде оставили на территории Советского Союза несколько крупных гетто, которые существовали до 1843 года. Это Рига, это Каунас, это Минск и Львов. В Минском гетто было 100 тысяч человек. И вот здесь появляется вилка, которая объясняет ему к снайперу. То, что в наших глазах выглядело как близ к Риг, для Гитлера это уже было понятно, что в тот момент, когда он пошел на Киевскую операцию, уже близ к Рига нет. Немецкая армия на Восточном фронте должна была кормить самостоятельно, в отличие от нескольких других текстов. Все, что есть, собирали, грабили, селы, но собирали. А что делать с евреями? Уже философия, что евреи не должны быть с нами, уже работали. Отделение евреев от остального населения, оно уже было автоматическим. Переселяли в те районы, где было уже созристоточие еврейского населения, переселяли всех. Так сделали Минское гетто, так сделали Рижское гетто, так сделали Винницкое гетто. Была одна и та же система. Наступает август, что с ними делать? Это уже территории советских. Мужчины на фронте, почти все, или уехали заводами остаются действительно старики, женщины, дети. Их надо кормить, они уже ничего делать не могут. Это уже не те работоспособные, молодые, как в Западной Беларуси, которые могли работать в это. Простые профессии. Сапожник, столер, слесар, стекольщик. Минская гетто была оставлена прежде всего, потому что надо было перешивать и готовить землю одежду. Немецкая армия не была готова для этого. Нужно было из того, что есть, все это перелисовывать. Рассказы, которые я снимал, когда приходит транспорт австрийских евреев в ноябре-декабре 1941 года, это уже были первые расстрелы западных евреев еще до уничтожения на территории Польши. Были транспорты в Рибу, Каунас и Мицк в три адреса. Примерно 65 тысяч западных евреев было расстреляно. И вот одежда, которую собирают у них, она идет потом по счастливам на нужды армии. Так вот, что делать? И вот тогда появляется идея кормить не нужно, нужно избавляться. для того, чтобы было избавление, нужно было изобрести систему, которая была проблематична. Это расстрельная, кровавая, психологически очень чеклая система. Немецкие солдаты сходили с ума, мозги, кровь, это было жутко. в Крыму потом открывали санаторий, куда посылали солдат для лечения после расстрельных раций. И тогда генерал СС, который был главным полицейским Украины, по имени Фридрих Екельн, придумывает систему САРДИН. Не выстраивать людей, что на каждого нужно два солдата или два полицаи, или два местных полицаи, а укладывать их на землю. Расстреливать и потом следующая порция валится на них. Борь, я дико извиняюсь, Борь, я правда дико извиняюсь, если можно в течение пяти минут закончить, хорошо? Я знаю, у меня есть время. Я дико извиняюсь, прости, прости, прости. Да, в 20.45 я завершаю. И вот эта система была использована кстати в Бабе-Ярре. Бабе-Яр, кстати, был еще одной точкой. До него уже вся система тотального расстрела была известна, опробована и в Виннице, и в Бердичево, и в Житомире, и в Бурих-Пестах. Впервые, кстати, в Каминск-Побольске первый массовый расстрел, в Румболе, в Риге, то же самое, куда Екель был переведен. И тут я хочу подойти и то. Все, вся эта система, она была идеологически мотивирована нацистами сверху, она нашла очень четкую и мотивированную поддержку кризиса. Если бы коллаборационизм, я говорю сейчас, например, Украина и другие места, не был бы в тех масштабах, которые были на самом деле, на одного немецкого полица или солдата было семь-восемь местов. Вряд ли немцы могли бы найти евреев, отделить евреев, охранять евреев, вывести евреев, потом заняться все это евреев. Я очень-очень прощаю эту но в итоге в последние 60 секунд, я бы сформулировал, была четкая нацистская не сформулированная евреев. евреи виноваты во всем. Они и капиталисты, и коммунисты. Это ультимативное зло, новое зло. Это зло должно быть уничтожено потому, что оно нам, арийцам, мешает дышать, мешает жить. Был в этом очень большой элемент коммерческой зависти. У евреев бизнес в Берлине, Варшаве, Бухаресте, в Риге и вообще в любом месте. То, что в еврейских глазах считается удачей, местижностью, приспеваемостью, в глазах неевреев. Это вызывало зависть и зло. И в итоге сочетание идеологического интереса и практического интереса привело к тому, что к концу 1941 года расстрельный холопост, это не мои слова, это слова Патрика Деве, привёл к смерти почти миллиона советских евреев. И он же доказал, насколько эта система неэффективна, болезненна, дорогостоящая, и уже в декабре 1941 года был разработан план, который по юридической причине нам известен как Воззрительская конференция, она должна была состояться в декабре, план массового уничтожения в декабре. Спасибо за внимание. Борь, огромное спасибо, мы всё поняли, это та отмашка в кавычках, да, жутких, которую мы хотели дать. Я передаю слово введение, как и было сказано, Раву Рувену Хаскину. Рувен, ты с нами? Да, я здесь. Я не представил, я исправляю это, Рав Рувен Хаскин, он организатор, руководитель, опять же, уникального проекта Jewish Experience, в моих наших глазах он соединяет Восток, Запад, Россию, человек из Петербурга, кстати говоря, Россию, Израиль и Америку, по-видимому, он тот самый человек, который правильно, чтобы он руководил нашими круглыми столами, который мы собираемся продолжать организовывать. Рувен, пожалуйста, иди по списку. Ну, Натан, во-первых, спасибо большое за такое, так сказать, теплое представление, во-вторых, я рад всех приветствовать из Нью-Йорка, и несмотря на то, что у нас вот такая ситуация сейчас закрыта границей, может быть, как раз это представляет нам возможность действительно вот так встречаться, и большое спасибо за это. Я также хотел сказать большое спасибо Борису за очень интересное выступление, и, ну, вообще, тема Холокост очень сложная тема, и, может быть, прежде чем перейти к следующему выступающему, у меня будет один короткий вопрос, если позволите, Натан, будет у нас время для одного короткого вопроса? Ну, буквально на две минуты. У меня лично возник вопрос Борису, Борису затронул очень важную здесь тему, тему коллаборационизма. Я в свою бытность был также экскурсоводом в Израиле, и, вот, если вы помните, я знаю, что Борис в Израиле уже очень много лет, большинство наших выступающих хорошо знакомы с музеем Катастрофы, музеем Колокоста Ян Пашен. Если вы помните старую, так сказать, экспозицию в музее Колокоста, мне кажется, там больше внимания для коллаборационизма сегодня в новой экспозиции практически, ну, на мой взгляд, об этом практически ничего нет. Поэтому у меня будет такой вопрос к Борису, что он думает по поводу того, насколько вообще объективно и честно эта тема освещается. Ну, вот, если можно, буквально две минуты. Я не могу сказать, кто и как освещает эту тему, потому что она сегодня суперполитизирована. То есть, в принципе, если, допустим, я цитирую доступные источники, знаете, как говорят у нас Алфимы Коротзарей. У нас сегодня Венгрия, Литва, Молдова, Румыния меньше, Украина в очень большой степени, Латвия в определенной степени, но Польша, естественно, особенно после последней книги Гробовского о польских полицейских. Мы находимся вообще в ситуации, что вся версия Холокоста, она намного ближе к тому, что я рассказал, а я всего-навсего цитировал Тимоти Снайдера и еще другие источники. Если можно сказать в этом форуме, подумайте сами. Не через декларацию, а если бы не было коллаборационизма. Ну, откуда в Ростове немцы знают, где живут евреи? Откуда? Откуда в Харькове они знают, где живут евреи? Речь идет о примерно тысячи мест на территории Советского Союза, где были расстреляны акции. А когда я говорю место, если это Рига, это пять разных мест, я его считаю как одно. А место я тоже считаю как одно место. Поэтому все начинается с того, что была идея, но у этой идеи были партнеры. И вот о том, кто они, как они, на мой взгляд, сегодня очень больно и очень, я бы сказал, почти недоступно по разным политическим причинам обсуждать. Давайте говорить серьезно. Ну, вот можно сегодня прийти к венгерскому премьер-министру и сказать, вот то, что было жилетно и гордее, когда еще до того, как немцы вошли в 1944 году, местные уже топили евреев в Дунае, давайте мы будем об этом говорить и все расследовать. Вряд ли. Это один из примеров. Поэтому то, что мы говорим, это наше принимание. Знаете, я завершаю фильм «По дороге к Бармияр» одной фразой Тимоти Снайдера и вот ее я повторяю. Последнее, что евреи в Украине, в Литве, в Латвии, в Молдове, в всем месте помнят и видели в Соседии. Это то, что они помнят. Они это унесли, они не рассказывали. И вот книга Ивана Гайта и Зурова наша, она же тоже об этом говорит. Вы знаете, вы сейчас вспомнили Ивана Гайта, это очень интересно. Но когда я спросил, она хотела очень, чтобы я сделал с ней фильм о Латвии, мне приятно об этом говорить, о Литве, естественно. Она выступала на Сеногонье. Но Зуров мне сказал, Боря, никто с нами не был готов говорить на камеру. Они были готовы, чтобы мы их анонимно записали, но на камеру никто ничего не скажет. Поэтому на ответ на ваш вопрос мы очень мало знаем, что же было за жизнь. На территории Советского Союза под оккупацией было от 60 до 70 миллионов советских граждан. Были школы, были институты, были трамваи, были рынки, были больницы. Мы ничего об этом не знаем. Часть этой жизни, Холокост это маленькая часть этой жизни. Была громадная война, Холокост это маленькая часть войны. Для нас она, как увеличительное стекло, она все выделяет. Поэтому, на мой взгляд, чем больше мы пытаемся узнать, тем больше вот этих секретных ящичек в сейфе открывается для нас. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Я хотел добавить, вот видите, вы упомянули Рутова Нагайта, как раз так очень интересно я хотел добавить, что буквально год назад Рутова Нагайта приезжала к нам сюда в Нью. И это очень интересная история. Вы знаете, что она, в общем-то, написала книгу, которая была написана на литовском языке. И первый террас разошелся буквально за 48 часов, после чего в Литве ее объявили чуть ли не врагом народа. И книга была издана на многих других языках. И когда она выступала, я спросил ее вообще, что происходит. И она сказала, что эта тема очень больная, и об этой теме видимо еще рано говорить. Я знаю, что вы рижанин, я позволю себе еще один короткий комментарий. Я так понимаю, что мы уехали в Израиль уже в 70-е. Так получилось, что я уехал в Израиль, сделали в 91-м году. До этого был период перестройки, когда я в том числе распространял в Петербурге газету Народного фронта Латвии Атмада. Я был хорошо знаком с играми национального движения Латвии. Поэтому история Латвии, в общем, мне, например, очень близка. И я помню, что когда мы обсуждали с одним из лидеров Народного фронта, обсуждали как раз тему Холокоста, он мне сказал следующую вещь. Ты должен понять простую вещь, что для нас война, для многих стран война закончилась в 45-м году, но для оккупированных стран Балтии война закончилась только, она еще как бы не закончилась. Было время, когда вот только были еще эти баррикады. Она закончилась только, когда будет независимость. То есть, на самом деле, это действительно очень такая тема, видимо, болезненная, о которой нужно говорить и, может быть, сделать отдельную конференцию. Я вам очень благодарен за то, что вы поняли эту тему. И, ну, у нас с вами конференция продолжается, и все-таки наша основная тема была немножко другая. Наша основная тема была более широкий, немножко такой разрез. Европейская цивилизация, христианская цивилизация и Холокост в контексте этой цивилизации. И я хотел передать слово нашему следующему выступающему Рамзеу Рушкову. Пожалуйста. Добрый вечер. Всех приветствую. Присоединяюсь к оценке Натана всех выступающих. Борис, хочу поблагодарить и сказать, что я посмотрел все фильмы, оставили глубочайший след, как, собственно, и сама личность Бориса между нами. И единственное, что, может быть, я хотел добавить, может быть, это подчеркнет важность последней темы о коллаборационизме. Я помню, в Киеве 15 лет назад, может быть, немного больше, я работал там в качестве посланника Сахнута, и вот приезжает делегация молодых людей, все в военной форме, это военная интеллигация, 200 человек ведут их в Баби-Яр, там выступления, что это не должно никогда повториться и так далее, у нас есть сила. И я слышу, молодые люди, солдаты, офицеры в основном, они разговаривают между собой и говорят, а почему же они не бежали? И я тут понял всю глубину, всю проблематичность и необходимость той работы, которую делает Борис, особенно последней темы, которая была поднята об участии, скажем, народов, других народов в катастрофе того, что с нами произошло. Ну, это как бы моя реакция на выступление, которое очень-очень, конечно, понравилось. Вот, то, о чем я хотел сегодня говорить, это несколько повернуть в другую сторону. В каком плане? Ну, прежде всего сказать, что противостояние с народами мира, оно будет всегда. Я говорю с позиции Тора и пророков, и, мне кажется, также с такой общелогической точки зрения, с логической точки зрения. Скажем, вся история, как ее представляет Тора, она выстраивается как борьба человечества со Всевышним. Это не важно, что целый ряд народов, они исповедуют, так сказать, монотеистические религии, тем не менее, они ведут борьбу со Всевышним, ведут борьбу с его законом, нежелание жить по его законам. Четче всего об этом сказал царь Давид, что народы, цари встают против закона Всевышнего, совещаются, как сбросить его путы. Это разделение, скажем, на еврейский народ и другие народы произошло по Торе в момент строительства Вавилонской башни, в период строительства Вавилонской башни, когда все народы восстали против Всевышнего, и появился такой человек Авраам, который сказал, что это бессмысленно бороться со Всевышним, Всевышний относится с любовью к людям, более того, человек создан по образу и подобию творца, и он принес в мир совершенно иную идею, идею стремления ко Всевышнему, идея быть подобного Всевышнему, идею любви вместо борьбы и противостояния. Конечно, идея это замечательно, но народы не восприняли эту идею, им по-прежнему тяжело со Всевышним, и идет борьба, но теперь они уже не строят Вавилонскую башню, потому что подняться на небо, они борются с еврейским народом, через который распространяется божественное присутствие в мире. Вы можете сказать это по-другому, моральные идеи, моральные законы распространяются через евреев. Давайте скажем божественное присутствие и ощущение чего-то высокого, огромного, то, что есть в мире. И вместо того, что подниматься на небо и там искать Всевышнего, они как бы стараются истребить его здесь на земле. Как говорит царь Давид во втором псалме, это ощущение какой-то опасности от того, что распивается божественное присутствие, оно особенно усиливается, когда сыновья Израиля собираются на своей земле. И когда мы собираемся на своей земле, как раз и усиливается божественное присутствие и в том плане, что происходят чудеса подобные 48-му году и 67-му и 67-му году, и в том плане, что чувствуется некоторая духовность, духовная сила, которая распространяется во всем мире, и приближается время пророчества, которое отличается не только тем, что звучит голос, там с неба и кто-то его слышит, а люди мыслят по-другому, они ощущают мир, воспринимают его так, как воспринимали пророки с моральной точки зрения, с высоко духовной точки зрения, по крайней мере, такой потенциал дается. Все это беспокоит людей, это противостояние никогда, никогда не кончится. И мне кажется, что совершенно бесполезно и даже несколько уводит нас в сторону думать, какое наказание получили народы, вот, и что с ними сейчас происходит. Есть теория, идея о том, что Европа получила наказание, что она истребила, и знала евреев, вместо этого она получила мусульман, и мусульмане сами являются наказанием, кто-то сейчас говорит уже о том, что корона является наказанием для всего мира. Я бы оставил это в стороне, это бесполезный разговор. Самое главное, самое главное это что мы должны делать. Посмотреть на ситуацию и проанализировать ее. Опять же, во втором десятом псалме царь Давид высказывает очень интересную мысль, что если люди постоянно говорят, что есть злодей, и он непонятно, как он преуспевает, и он такие и такие злодействия вершит, злодеяния вершит, то человек в конце концов попадается на этой мысли. Он упирается на вот злодей, где Бог, почему он не наказывает его? И эта мысль постоянно у него крутится в голове, и это ловушка, с точки зрения царя Давида, это ловушка. Нужно подумать о себе. И совершенно не обязательно спрашивать, чем мы виноваты. Это тоже совершенно как бы, по крайней мере, в данном случае, не очень уместная мысль. Зачем мы виноваты в катастрофу? Но надо сделать выводы, посмотреть на ситуацию, сделать выводы, что нам следует делать. Я всегда как бы на всех занятиях уже 40 лет я заканчиваю занятие вопросом, какой вывод вы делаете с той темой, которую мы рассмотрели. Если мои слушатели ждут 2-3 секунды, то я делаю вывод сам, говорю за ним. Надо ехать. Вместо еврейского народа в земле Израиля и с точки зрения закона, и с точки зрения ситуации, которую мы сегодня видим и в мире, и она будет продолжать наверняка, не хочу пророчествовать, но опять же, глядя логически, ситуация будет усугубляться, и она все равно вытеснет и вытолкнет евреев даже из Соединенных Штатов, о чем бы никто не мог подумать, давайте вспомним, что о развале Советского Союза, я, например, не мог никогда представить себе, что это рухнет, вся эта система рухнет практически в одну секунду, то тот же самый процесс, совершенно неожиданный, развал страны, он назревает сегодня и в Соединенных Штатах. Какой вывод? Надо ехать. И в этом выводе надо ехать, есть не только практическая какая-то сторона, надо ехать, надо укрепляться, надо быть сильными, это понятно, в этом есть и некоторый такой психологический момент. Понятно, что в значительной степени, в значительной степени, если не другие, так, как ты видишь сам себя. Есть такое выражение «димуй от СМИ». Самооценка, может быть, по-русски. Но здесь не только самооценка, гораздо больше. Мы знаем, что если человек хочет добиться уважения от других, он должен уважать сам себя. он должен и показывать, что он уважает сам себя. Человек, который хочет, чтобы его речь была услышана, будь то ученый, будь то политик, он не может выйти на сцену, на трибуну в необрядной одежде, неряшливом. Он должен показать, что он уважает сам себя. Мне кажется, что это то, что нам не хватает. Это настоящее самоопределение, идентификация, уверенность в том, что мы есть, что мы существуем, что мы особые, что у нас есть определенная роль и задача, и что у нас есть своя земля. Я не буду говорить о тех недостатках, которые насуществуют в образовании. Почти тотальное незнание истории. Я уж не говорю на том уровне, о котором говорил уважаемый Борис. Оценки, понимания, проблематики, хотя бы катастрофы, это, на мой взгляд, почти полностью отсутствует среди молодежи. есть проблема и Торы, и особенно осознание пророков, все это есть, и мы все это должны каким-то образом воплотить в самоиндентификацию, уважение к себе и к осознанию того, что у нас есть определенная ценность, определенная миссия, определенная роль. Приведу пример, постараюсь очень коротко, еще коротче, чем я говорю, приведу такой пример. У нас есть метраж «Берешит раба», прекрасный метраж, который говорит о том, что три места в земле Израиля, они никогда не будут оспариваться народами мира. Это Маарата Махпила, пещера, где похоронены праотцы, могила Юсепа и храм Бая Гора, потому что прямо в Торе у нас есть свидетельство, что все эти три места были приобретены за деньги, куплены, не то, что завоеваны отметы у кого-то, а были куплены, приобретены за деньги. Поэтому третье место народы никогда не будут оспаривать. И что мы с вами видим? Что как раз вокруг этих трех мест ведется самая ожесточенная, если не борьба, то полемика. И мы помним, что происходило на могиле Юсефа после соглашений Осла. И мы видим, что сегодня происходит на храмовой горе. И мы видим те споры, которые ведутся вокруг пещеры братцов. Как же мы говорим о мудрости наших мудроцов, о предвидении, о видении ситуации. И вот они говорят, три места они будут точно наши, никто не будет спорить. А тут это три места самых ожесточенных спорта. Проблема заключается в том, что когда человек приходит в суд и он достает документ, то если он скажет, что я сам сомневаюсь в правильности этого документа, то этот документ теряет силу. То есть это посылка, что эти три места будут наши, это в том случае, если мы сами от них не откажемся, если мы сами не выразим сомнение, что эти места принадлежат нам на том или ином основании, прежде всего на основании Торы, нашего исторического права, мы сомневаемся. Значит, все сомневаются. И скажем, наша наша уверенность и в себе, и в своем праве, это то, что главное, то, над чем мы должны были бы работать, не на то, что должны были обращать внимание. Я хочу очень коротко напомнить работу Арнольда Тоймбе, историка английского, который, скажем, работал в начале 20 века. Его самая большая крупная работа, это работа об этносах. И он задается вопросом, почему этносы отмирают через какое-то время. И его исследования противоречат истории еврейского народа, которые не отмирают. Тогда Тоймбе он вводит понятие окаменевший этнос. окаменевший этнос в том плане, что сыновья Израиля должны были умереть давно, как народ. Отмереть, что они достигли своего пика, как другие народы, они выдали на гора христианство, после этого они не нужны, они должны были отмереть, они не вымерли, они окаменелый этнос. Теория Тоймбе начала рушиться в 1948 году. Тогда он сказал, что окаменелый этнос, он остался окаменелым, но только впрыснули в него новую какую-то кровь искусственно, это новая кровь, это катастрофа, то, что сделали ему во время катастрофы, еврейский народ пошел и делает арабом. Надо сказать, что Тоймбе потом раскаился во всех своих идеях, он вообще, говорят, хотел принять Геюра, это недостоверно, но вполне возможно. Но что важно, что Рав Яков герцог, который был послом в Израиле, он вызвал Тоймбе на диспут и он дал ему ответ. Он ему рассказал всю историю еврейского народа, он рассказал ему о значении евреев на протяжении всей истории и сейчас и закончил словами псалма царя Давида. Буду жить и не умру. Это то, что дает нам силы, жизненные силы, перспективу, самоуважения, понимание своей роли в истории и безусловно, конечно, надо изучать и катастрофу, и то отношение народов, и те выводы, которые они делают сегодня. Надо сказать, что катастрофа это как бы краеугольный камень сознания всех народов, потому что, если кто-то помнит, на смене эпох, на смене тысячелетия, период наступления 2000 года, главное, то, что пытались сделать, это осмыслить мировые войны, и самая главная катастрофа, это то, что не дает покоя народам мира, это то, что будет крутиться у них в головах всегда, и они будут делать самые разные выводы, и часто они будут обвинять жертву, что она сама виновата, это все понятно, как бы, да, грубо говоря, несколько, да, это не наше дело, да, мы должны поставить сами себя перед лицом мирового сообщества, для этого мы должны сами понять, кто мы такие, и свои права. Спасибо большое, надеюсь, я не задержал. Спасибо большое, Радзеев, спасибо, было очень интересно вас услышать, в особенности вы уговнули Арнольда Тойнбей, я в свое время еще в мою бытность, ну, тогда Санкт-Петербург еще назывался Ленинградом, когда я учился на географическом факультете ЛГУ, я учился у автора очень похожей теории Ивана Николаевича Бумилева, который в своей книге «Этногенеза биосферы земли», мой учитель, в своей книге «Этногенеза биосферы земли», как мы знаем, евреев упоминают всего три раза, и когда я спросил уже у его ученика, я на тот момент уже был религиозным евреем, я учился на втором курсе ЛГУ, я спросил у его ученика, профессора Иванова, в чем причина этого, это суперэтнос, то есть это как европейские народы или китайцы, то есть, по сути, происходит очень интересная ситуация, при которой Тойнди и Гумилев не могут нас вписать в некую общую цивилизационную рамку, там у Гумилева, согласно его теории профессионарности, это 2000 лет, полный цикл, а мы не вписываемся, поэтому происходит в каком-то смысле, я думаю, вы со мной согласитесь, парадоксальным образом, они правы, мы действительно не вписываемся в эту общую цивилизационную рамку, как в свое время, когда император, если я не ошибаюсь, Луи, спросил у Паскаля, каково доказательство бытия Божия, и он сказал еще одно слово «евреи, ваше величество». Так что, ну, в каком-то смысле, наверное, это верно. Знаете, у меня будет к вам немножко парадоксальный вопрос, я с очень большим вниманием и интересом не слушаю вас. Можно я одну секунду отреагирую? Пожалуйста. Гумилева вы очень интересно упомянули, я его тоже читал еще в бытной Советском Союзе, в подпольном таком-то он был мой учитель. И он называет евреев разрушительным этносом. Очень интересно было бы с вами это обсудить, но просто сейчас в качестве замечаний и дальше я вас слушаю. Спасибо большое. Спасибо вам. И у меня будет к вам вопрос, если можно, если вы позволите. Он немножко провокационный, я люблю провокационные вопросы. Вопрос такой. Вы упомянули в своем выступлении, в общем-то, я, если я правильно вас понял, идея о том, что Израиль в каком-то смысле конечно же это ответ, в том числе ответ на катастрофу. И у меня вопрос будет такой. Ну вот, например, я просто поделюсь своим впечатлением, своим отношением, я никаким образом не претендую на то, что я прав. Есть такой проект очень известный Марш живых. И вы знаете, у меня была возможность несколько раз в этом проекте принять участие со студентами, я этого не делал. И не делал я это по причинам, потому что у меня очень глубоко эмоциональное отношение к теме катастрофы, и мне довольно сложно вообще приезжать и видеть вот эти места массовых захоронений. Ну, это моя личная вещь. Но случилось так, что как раз тот год, когда я не поехал со своей группой, YouTube взорвало в общем-то несколько таких видеороликов, где были показаны молодые изолитяне, которые в общем-то используют эту возможность в общем, ну как просто потусить. И это вызвало замущение большого количества людей, которые действительно пережили катастрофу. И в каком-то смысле цель и идея этого проекта она прекрасная, она показать, что вот мы живы. Израиль – это ответ на катастрофу. Что с вашей точки зрения, как на это отреагируют? Действительно можно ли так говорить о том, что Израиль – это ответ на катастрофу? Или тут есть какие-то проблемы с этим у нас? Мне кажется, вы поднимаете еще один пласт, который сейчас очень трудно затронуть. Все, что вы говорите, это очень правильно и очень болезненно. И очень болезненно воспитывает, скажем, Израиль – ответ на катастрофу. Что бы то ни было, может быть, каким-то ответом, если мы занимаемся проблемой воспитания, осознания. В противном случае мы приходим к неверным выводам или, как вы говорите, совершенно просто к циничному отношению, который та же безграмотность в основе. И единственное, я могу сказать, что Израиль действительно может быть ответом на катастрофу и ответом на другие проблемы и вопросы только в одном случае. Это в случае развития национального сознания, правильной оценки своей истории и прошлого, и видения перспектив. Только в этом случае. К сожалению, я очень критически настроен по отношению к системе образования. В любом случае, который существует в Израиле, будь то религиозная система, будь то нерелигиозная система. И результат мы видим, результат мы видим и совершенно правильно подчеркнули очень болезненный момент. Конечно, быть ответом на что-то можно только в том случае, если ты понимаешь, откуда ты и куда. Спасибо. Большое вам спасибо. И, ну, было очень интересно вас слушать. И мы передаем слово нашему следующему выступающему, Михама Симонович. Пожалуйста. Михама? Михама, ты нас слышишь? Михама? Отводится, я забыла включить. Добрый день. Окей. Я хотела сказать пару слов в связи с заявленной темой, в основе которой было то, что возбудило некоторые противодействия со стороны Натана, а в отношениях христианства и еврейства и мере ответственности, скажем так, христианства или христианского мира. И вообще это поднимает еще один вопрос о том, насколько правомерна какая-то коллективная ответственность в принципе. Можно ли сказать, что вот христианский мир целиком ответственный за катастрофу? Можно ли сказать, что евреи местечковые были ответственны за то, что они поддерживали коммунистов? Подобные вопросы все время возникают в общем пространстве дискуссий, в котором мы находимся постоянно, более-менее с ними соприкасаясь. И мне хотелось тут провести некоторое важное, на мой взгляд, различие, которое поможет немного расставить на места какие-то базовые понятия в этом отношении. После катастрофы в еврейской философской мысли возникли новый подход к определению отношений. Среди философов после Второй мировой войны появилось не только у одного философа, у многих, но больше всех, конечно, у Эммануэля Левинаса понятие «другой», отношение с другим. И это понятие рассматривается в контексте ответственности. Первый раз, когда встречаешься с искальским Левинасом о том, что я несу ответственность за того немца, который вывел меня на расстрел, в первый момент волосы встают дыбом. Такое невозможно сказать. Как можно обвинять человека в том, что, как мы говорили, обвинять жертву, например. Но в данном случае не идет речь о вине. И я хотела именно вот это прояснить, что есть большая разница между виной и ответственностью. человек, когда он вырастает, когда он еще маленький, он больше восприимчив к пониманию понятия вины. Я сделал что-то плохо, я виноват, я не знаю, как исправить, меня накажут. Постепенно вырастая, он понимает, что вина это только часть вопроса. На самом деле человек не всегда виноват, но в очень многих случаях он несет ответственность за то, что с ним происходит, за то, что происходит вокруг него. И прежде всего ответственность за тех людей, с которыми он вступает в отношения. И даже с теми, с которыми он не вступает в отношения по философии Левенаса, например. И в этом смысле, когда мы рассматриваем отношения между различными странами, различными культурами, различными народами, очень важно перенести вопрос от вины, к ответственности, изменить терминологию, изменить подход. Это не значит, что нельзя, не нужно наказать виноватых. Это важно найти виноватых, важно их наказать. Но понимание ответственности, оно относится ко всем участникам событий. То, что христианский мир допустил такое в своей среде, есть к этому, как ни странно, на мой взгляд, ответственности евреев. На евреев было возложено Всевышним задача, миссия привести весь мир к Всевышнему. Мы очень старались, но мы не справились. Мы не справились с этой задачей. Так что катастрофа, которая случилась в 20 веке, она каким-то образом, в отличие от других катастроф, мне кажется, направила немножко подросший мир в другом направлении. Не в направлении принятия вины, а в направлении осознания ответственности. Я понимаю, что мир еще не окончательно для этого созрел. Например, можно посмотреть на то, что сегодня происходит в Америке. Я думаю, это очень заметно, что некоторые стеблишменты, большое количество народов, очень хотят побить себя в грудь и сказать, мы виноваты, мы принимаем свою вину. Братцы, это не то, что от вас нужно. Вы должны были взять на себя ответственность. Вы посмотрите, где там что не так с ответственностью произошло. Бить себя в грудь, становиться на колени, это не решение вопроса. Это то, что я хотела сказать по-русски. Спасибо большое. Очень интересное выступление и на самом деле очень резонирует с моим пониманием, моим личным пониманием происходящего. Вы упомянули то, что в Америке происходит. Я как раз здесь сидя в Нью-Йорке могу сказать вам, что действительно очень парадоксальные вещи происходят. Но с другой стороны, опять же, если мы с вами посмотрим, наверное, на вот эту идею, которая сегодня материализуется, идею, которую назвали в свое время white guilt, вот это ощущение белыми, чувство вины за то, что происходит. Действительно, возможно, это вот такая вот форма, если хотите, немножко неправильного поиска. Но я так понимаю, что наши следующие ораторы затронут тему христианских корней, вины, чувства вины, ведь я думаю, что это не случайно, что это появилось именно в христианской цивилизации, это затронуто именно, так сказать, в контексте христианской цивилизации, потому как, ну, собственно, в свое время об этом говорил Эрих Фром, я сейчас не хочу выступать как лектор, это не моя функция сегодня, а я хочу передать на самом деле слово следующему выступающему, большое спасибо Нехами, было очень интересно и очень срезонировало с моим, на самом деле, пониманием вещей, и я хочу передать слово доктору Уре Ленец, пожалуйста. Доктор Ленец, вы нас слышите? Ура Ленец, ты нас слышишь? Вы нас слышите? Ну, пока он еще не ответил, я просто хотела добавить. То есть я хотела как можно больше сократить свое выступление, но в данном контексте просто гораздо более ясным становится еще и вопрос коллективной ответственности, например. Коллективной ответственности ничего ужасного в ней нет. Коллективная вина это проблема, да? Если мы возлагаем вину на целый народ или на всю культуру, это одно, а когда мы говорим об их ответственности, эту ответственность нельзя возложить. и когда человек промолчал на собрании или даже не поднял руку или поднял руку то, что касается например сталинских преследований, они не доносили, они сидели молча, да? Но несли ли они ответственность? Конечно, они несли. Вины их не было, может быть. Он маленький человек, что он мог сделать против всей машины? Но ответственность есть. Мне кажется, это очень важное различие, которое мы должны осознать. И я думаю, что философы 20 века очень много сделали в этом направлении, потому что мы начали осознавать нашу ответственность за то, что происходит в мире, как отдельные люди, так и... Я очень согласна с Равом Мешковым, что одним из первых шагов направления понимания своей ответственности надо понять, кто мы такие, что на нас возложено. И тогда более-менее становится понятно, что нам следует делать. Постепенно. Спасибо. Я, если можно, добавлю к этому. На самом деле, вы мне напомнили, Нехама. Действительно, тема ответственности, по сути дела, наверное, это у истоков человеческой истории. Один из моих учителей, благословенный память Равмер Хордыш в Можгерах еще в Хеврон, в свое время дал очень интересное объяснение на тему греха первого человека. Ведь, по сути, окей, с Евой там все более-менее понятно. Адам как бы пришел, ну, муж приходит домой, его накормили. В чем, собственно, его вина? И он говорит, очень интересно, он говорит, его вина состоит, скорее всего, в том, что он отказывается принять на себя ответственность и возлагает вину сначала на жену, а потом после на уже на Всевышнего. И, по сути, это, ну, наверное, вот эта тема, она является одной из центральных вообще тем человеческой истории, действительно, да? Как в свое время сказал Виктор Фрэнкин. Самый главный вопрос в нашей жизни состоит в том, готовы ли мы взять на себя ответственность за то, что с нами происходит или нет. Еще раз вам огромное спасибо. Натан, Если уж вы говорили про Тару, то вторым замечательным примером, там, конечно, Каин происходит, когда Всевышний хочет, чтобы он взял на себя ответственность, а он говорит, мой грех тяжелее, кем я мог. Он принимает свою вину, ответственности он брать не хочет. Окей. Я сейчас вас отказываюсь. Натан, на следующий... фактически, доктор Юрий Линец, Юра, ты нас слышишь? Нет, он пытается снова подключиться, чтобы не терять время, мы переходим, я тебе предоставляю перейти к Илье Дворкину. Илья, ты нас слышишь? Я слышу, но видите ли вы меня? Да, мы тебя видим. Илья, мы вас видим. Да-да-да, все правильно, у меня две камеры. Илья, я в особенности вас рад приветствовать, вы, наверное, уже не помните, но я все время еще учился у вас в тогда Петербургском еврейском университете в 91-м году, но вы этого не помните. Я, Линцо-то знакомое, я почти уверен, потому что мы знакомы, но вот сейчас начинаю понимать, здорово, потрясающе. Вот так, видите как, какой маленький мир. Илья, мы очень рады вас слышать. Потрясающе. Значит, ну, хорошо, я тогда попробую взять пример с Нехама в плане краткости, хотя, в принципе, я хотел говорить о сложных таких вещах, достаточно проблематичных. Но, в первую очередь, я хотел задать вопрос, почему вообще событие, может быть, столь важное для евреев, когда погибла треть еврейского народа, значит, но все-таки не будем забывать, сколько вообще человек погибло в течение 20-го века во всех страшных войнах, катастрофах, которые были. Почему мы выделяем это событие вообще? В чем его особенность? Как бы, ну, ответ, что здесь происходило некое пономерное систематическое уничтожение целого народа, геноцида и так далее, он отчасти, конечно, что-то объясняет. На самом деле, мне кажется, что здесь причина более глубокая. И в этой связи я хотел, во-первых, сказать, немножечко оскорить, я, во-первых, сейчас честно признать, всем, кто выступал до меня, не буду перечислять, потому что все было страшно и интересно и очень здорово, приятно, просто для меня лично, потому что все это мои друзья. Раз, два, три, раз, два, три. Вот и Юра появился. Юра, подожди, мы тебя слышим, раз, два, три, замечательно все. Сейчас Илья Дворкин уже начал говорить, да, поэтому я... А после него ты, пожалуйста, держись на связи, раз, два, три, было замечательно. Вот, значит, так вот, на самом деле, я хотел бы чуть-чуть, так сказать, не то, что оспорить, вот, то, что было сказано Рамзеем Мешковым, которого, которого я тоже бесконечное количество лет знаком и случайно уважаю, но, тем не менее, была сказана такая фраза, что вот, мол, народы мира, они, так сказать, вступили в борьбу с Богом. Ну, это правда только в одном смысле, а именно Адам, первый человек, в некотором роде вступил или оказался в конфликте с Богом. А теперь дальше возникает вопрос, значит, если первый человек, Адам, и, соответственно, человечество вступило в конфликт с Богом и, в некотором роде, продолжает находиться в этом конфликте, какое отношение ко всему этому имеют евреи. Значит, можно ли так сказать, что вот, мы, евреи, они такие хорошие, они, так сказать, вообще в конфликт с Богом никогда не вступали, а это только все виноват народы мира, которые вступили в конфликт с Богом. Ну, мне кажется, эта точка зрения совершенно не соответствует ни Торе, ни Танаху, ни еврейской традиции, ни чувству ответственности, о которой мы только что говорили, Адам. Мне кажется, что мы вступили в конфликт с Богом в некотором роде не меньше, а может быть, иногда и больше, даже, чем народы мира. Связано, на самом деле, как мне кажется, я попробую произвести некую дефиницию, здесь вообще вот есть, действительно, понятие Адам, человек, человечество, но после Ломской башни, действительно, Ломская башня и потоп, это были очень важные такие события метаистории, когда что-то такое принципиально изменилось в формате человечества. Так вот, возникло сначала такое понятие, как Бнейнох, то есть народы мира, потом киноя, и потом, после строительства Ломской башни, появилось новое образование, такой вот, новый проект, Авраам, Авину и народ Израиля после этого, да, и возникает вопрос, так ли, что вот народ Израиля, это такие вот хорошие слуги Бога, а народы мира, это такие нехорошие, плохие противники Бога, тогда эта религия, по-моему, называется уже неудаизм, а, например, зороастризм, там действительно есть хорошие, есть плохие, есть свет, есть тьма, и вот, надо, конечно, вступить на позицию света, но мне кажется, это совершенно не соответствует нашей истории, я понимаю, я уже уверен, что Равзеев сейчас со мной оспорит, что он имел в виду совершенно не это, но мне, тем не менее, удобно для начала разговора именно с этой позиции начать. Мне кажется, что богоборчество народов мира, которое, несомненно, оно не уступает, но оно совершенно другое качество имеет, чем богоборчество Израиля. Израиль тоже находится в очень сложных отношениях с Всевышним. Мы, конечно, я, может быть, возьму себя наглость, скажем, что, в принципе, Израиль любит Всевышнего, и молитва, самое главное, в любви Бога своего, она работает. И, тем не менее, несмотря на это, мы тоже находимся в довольно сложных взаимоотношениях с Всевышним. И эта сложность обусловлена еще тем, что на нас совершенно другие функции возложены, потому что, если взять, вспомнить, что такое заветное, то мы сразу должны сказать, что в рамках завета Ноя все-таки ответственность, это понятие ответственности, спасибо Нахама, это был просто подарок мне очень большой, для того, что я хотел сказать, ответственность с народов мира в какой-то степени отчасти снята, потому что сказано уже было, что с детства, так сказать, дурное поглуждение у человека, у человечества есть. И в некоторой роде поэтому завет Наенох состоит в том, что если народы мира даже что-то нехорошее сделают, в конце концов, скорее всего, они раскаются и потом будут прощены. С Израилем немножечко другая история, потому что Израиль выделен в некотором роде, да, это ответственность большая, это иногда очень большая ноша и иногда это большая наглость, сказать, что у нас есть немножечко другой формат взаимодействия с Всевышним. У нас нету такой ситуации, что типа, если мы совершаем какую-то гадость, то мы заранее прощены, потому что мы дураки, или не дураки, неважно, потому что мы с детства у нас дурное побуждение. Дурное побуждение действительно с детства у нас есть так же, как у всех остальных, но тем не менее у нас есть Тора и есть какие-то другие средства с этим дурным побуждением как-то взаимодействовать, бороться и так далее. Вот. И поэтому я возьму, начну с первого своего тезиса, который, конечно, нужно доказывать, с которым нужно, что мера ответственности за те несчастья и бедствия, которые происходили в 20 веке, на Израиле, на евреях ничуть не меньше, чем на народах мира, на тех же перечислявшихся всех народах и так далее. Я очень много тоже, я большое спасибо Борису за потрясающе важные выступления, которые были вначале. Я тоже очень много путешествовал по Украине, очень много разговаривал с украинцами про Хавакост. Для меня было очень важно понять, как они к этому всему относятся. И, значит, тут есть действительно очень, это очень серьезный, очень большой вопрос, потому что то, что произошло, значит, как бы сказать, я не склонен возлагать вину, по крайней мере, точно, на жертву и говорить, что евреи сопутствовали коммунистам или еще чего-нибудь в этом роде. Но это есть тысяча объяснений, и вообще не стоит об этом говорить, потому что это как раз самый неинтересный вопрос, а вопрос действительно в настоящем интересный, что евреи являлись составной частью всей этой истории. Они являлись не каким-то случайным, случайной жертвой, которая вдруг ни с того ни с сего оказалась, значит, так сказать, которые воспользовались какие-то нехорошие люди. Они являлись такой же частью, я говорю сейчас одни, потому что в некотором роде мы сейчас находимся с вами в другой исторической фазе. я не могу даже вот так сказать мы, говоря о евреях начала 20 века, потому что мы уже живем в другую историческую эпоху, и в некотором роде поэтому мы можем действительно брать на себя часть ответственности, но мы совершенно другая реальность, чем та реальность, которая была сто лет назад. Вот, теперь я хочу попробовать ответить на вопрос, который здесь тоже задавался, и задавался Натаном часто, когда он ко мне обратился с предложением высказаться по этому поводу, что же, собственно, произошло. То есть, этот главный вопрос, который я хотел затронуть, и как человек, который занимается философией, и историей, как философией, то есть, историей мышления, историей цивилизации, что же, собственно, произошло, что произошло в 20 веке. Ответ, который у меня есть на этот вопрос, он, безусловно, требует доказательства, и он очень субъективный, я не хочу ни в коем случае его никому навязывать, и у меня нет сейчас времени подробно объяснять и аргументировать, и тем не менее, я, так сказать, могу сказать, свое мнение, что произошел слом той цивилизации, которая развивалась на протяжении двух тысяч лет. То есть, вот, на самом деле, ведь, не случайно 90% евреев всего мира оказались вовлечены именно в европейскую, христианскую цивилизацию. Она охватывает все ветви христианства, и католицизм, и православие, и протестантизм. Почему именно там? Ведь еще совсем недавно, ну, скажем, в нашем историческом масштабе недавно, там, тысячи лет назад подавляющее большинство евреев жили в мусульманском мире. Такие же 90%. Значит, а сейчас вдруг 90% оказались в этой христианской, западной цивилизации. Почему мы там оказались? Потому ли, что там нас не уничтожали или еще чего-то в этом роде? Нет, все значительно было более сложно. Я не хочу сейчас даже выдвигать разные гипотезы, это очень большой вопрос, почему так сложилось, что 90% евреев оказались в христианском мире? И, тем не менее, ответ мой состоит в том, что в некотором роде история происходила там. Вот история была когда-то, раньше, многие недооценивают ислам, говорят, что ислам это что-то, ислам это великая цивилизация. соответственно, вот когда ислам находился на фазе своего, ну, состояния высокого развития, совершенно понятно, что в каком-нибудь 11, 12, 13 веке ислам превосходил христианство по всем параметрам. Техника, наука, что хотите. Значит, и почему-то тогда евреи находились в исламском мире. Но что это значит, что евреи такие вот проныры, хотят все время быть там, где самые великие открытия делаются и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что это другая причина. Я совершенно не склонен считать евреев, ну, не на, извините, просто не на один процент умнее там или лучше, или чего-то в этом роде, чем другие. С моей точки зрения, все человеческие достоинства распределены в мире, ну, практически почти равномерно. Но у евреев есть своя особая историческая судьба. И евреи, эта историческая судьба, она вот уже была сформулирована мной в том числе, да? Это и Нахама, и Рамзея Мешкова, и, в общем, это как бы есть определенная функция, определенная миссия, что ли. В чем она состоит, мы можем по-разному это определять. И поэтому нет ничего удивительного, что в момент, когда история жила там, когда история жила в Багдаде, в Дамаске, в Кордове, евреи жили там же. А когда история переместилась в Германию, в Польшу, в Россию, и евреи переместились, это очень сложный процесс. Мы не знаем, что произошло с евреями, которые жили, скажем, на Востоке. Я вот занимался изучением истории бухарских евреев, там просто исчезло, там исчезло огромное количество евреев, там все данные, что там было очень большое еврейское население, оно просто вдруг исчезло в течение нескольких столетий. Что с ним произошло, они приняли Слав, их кто-то убил, мы ничего про это не знаем. Но, тем не менее, основная энергетика еврейская, она переместилась в Европу. И вот, что произошло в 20 веке. Европейское еврейство погибло, да, оно было насильственно уничтожено, оно было уничтожено, изгнано. Потом в этом, я, прошу прощения, обвиняю, если говорить об обвинениях, не только нацистский режим, но и большевистский режим, потому что методы уничтожения были разные, но сам факт еврейства Европы закончилось. Вот, и это также обозначает косвенно такую жесткую вещь, как завершение исторического развития Европы. Тут я парадоксальным образом согласен с тем изначальным тензисом, который я должен был оспорить, из того, что мне отдал Натан, что, мол, европейцы, я ни в коем случае, мне кажется, это просто бредом обвинять европейцев, то, что они такие вот антисемиты, и что они так ненавидели евреев, это абсолютно не соответствует реальности, они ненавидели и любили, там самые разные вещи были. Если говорить о реальном конфликте, он там, несомненно, был, и поэтому, конечно, много кого можно в чем обвинить, но, тем не менее, факт состоит в том, что эта катастрофа, она является катастрофой для европейской цивилизации, а не только для евреев, и европейская цивилизация это чувствует своими внутренними, так сказать, какими-то нервами, и поэтому они понимают, что то, что произошло, у меня есть много друзей, моих коллег-философов Германии, я много-много раз с ними говорил, куда исчезла немецкая философия, ведь в начале XX века почти вся философия находилась в Германии, куда она исчезла? Как ты можешь нам задавать этот вопрос, как вообще возможно, чтобы у нас осталась какая-то философия? Нету никакой Германии, та Германия, которая есть, это некая материальная оболочка той Германии, которая там была примерно 100 лет назад. Что же произошло? Произошла катастрофа европейской цивилизации. Теперь, я хотел бы, чтобы из моих слов никто не делал таких, каких-то космических выводов. Я говорю сейчас всего лишь так же, как и Тойнби, который, кстати, очень люблю, несмотря на все его прегрешения перед еврейским народом, что он никак не мог, мы не поместились в его теорию, ну что делать? Вы, представьте, ученого, который, вот, какие-то факты не помещаются в его теорию, что ему бедному делать? Он отворачивается от этих фактов, он из чего-то идет. Тем не менее, у Тойнби есть еще много очень глубоких идей. Так вот, значит, европейская цивилизация, она дошла до определенного пика, максимума, и сейчас начало что-то новое. И поэтому, мне кажется, что сейчас вопрос вообще как-то иначе нужно вставить. Не то, кто виноват и даже чья ответственная. А что дальше делать-то будем? Потому что, смотрите, ну вот, конечно, смотрите, что происходит сейчас, прямо сегодня. Вот, с одной стороны, значит, тут кто-то говорил, а, что вот наказание Европы, что за то, что они так нехорошо пошли все время, что к ним пришли мусульмане. Ну, в этом есть некоторая доля логики, но она совершенно не в том, что наказание, а в том, что просто начинается новый подъем мусульманской цивилизации. она, я очень много посвятил времени изучение ислама. Не нужно наивности. Ислам, это очень мощное, для того, что в исламе имеется очень большая правда, очень большая рациональность, очень большая логика, и кто уж запросто воспользуется по хорошему развитию, определенной стадии развития всеми результатами достижения европейской цивилизации, это мусульмане. Прекраски все воспользуются, но при этом они отбросят тот элемент безнравственности, порочности, луживости, которые, тем не менее, европейская цивилизация в себе всегда содержала. А мусульмане сумеют это преодолеть. А теперь, что из этого следует, что срочно нужно всем принимать ислам, из этого следует только одно очень простая вещь, что нужно немножечко более тонко относиться к другим, вот раз уже вспомнили Левинаса. Ну давайте начнем с европейцев. Европейцы, да, они очень много плохого нам сделали, но ведь они оказались в той территории убежища, которые, когда они, правда, привели к тому, что мы вынуждены были стать этим убежищем, то есть не они, а Рим, но диаспорта еврейская еще до всякого Рима уже была там в Европе. Это было убежище. Но вот я знаю, что многие обвиняют поляков. Я объездил вдоль и поперек Польшу в том числе, и как можно обвинять поляков, если вспомнишь, что 500 лет вся европейская Европа, 500 лет это была единственная точка, в которой вообще можно было находиться по-нормальному. Евреи имели право там носить оружие, защищать себя, строить города, не носили никаких знаков. Вообще вся совершенно другая была ситуация. Но дальше-то мы оказались с ними в конфликте тоже. Что евреи Польши, когда Польша стала независимой в 1918 году, после этого, что произошло евреи в Польше? Но это отдельный вопрос, сейчас не об этом разговор, разговор о том, что европейцы и христианство это наше порождение. Не европейцы, конечно, европейские народы, они без всякого, всяких евреев, это проще народов мира, но христианство это еврейская секта, которая оказалась, это то, что они смогли, как они смогли воспринять монотеизм. Они, христиане, восприняли монотеизм именно таким образом. Можно говорить, что в этом есть какие-то недостатки, есть элементы язычества, но то, как они восприняли, кто в этом виноват, я не знаю, я думаю, что никто, но ответственность, пока часть ответственности наша лежит, потому что это еврейские миссионеры, еврейские какие-то христиане, сектанты пришли к ним и рассказали им об этой религии. Они не сами ее придумали, вот, и поэтому они оставили в себе Израиль и Верхий Завет, так называемый, в качестве своей части. Ответственность наша лежит за этом полностью, поэтому нужно понять, нужно диалог между иудаизмом и христианством, это не диалог такого рода, что вот, типа, ну давайте наконец будем дружить. Это чепуха, никакой здесь дружбы не будет. У нас, во-первых, есть такие претензии взаимные, серьезные, во-вторых, почему тут дружба, это вообще некий детский сад, но у нас есть очень серьезные отношения, у нас есть очень серьезная совместная история, и эту историю абсолютно необходимо как-то рассмотреть, обдумать, проанализировать, еще раз, да если бы не европейские христиане, разве здесь, в Израиле, мы могли бы существовать хоть, не знаю, там 10 лет, это чепуха, даже и мысли об этом не может быть, потому что евреи в Израиль принесли европейскую цивилизацию, они принесли европейские методы хозяйствования, методы экономики, методы управления обществом, методы власти, политическую систему, все принесли из Европы, вот, а вовсе не из древнего Израиля, а именно из Европы, и мы часть Европы, мы просто продолжение Европы, но и с мусульманским миром нам необходимо выстраивать какую-то систему отношений, не только в том смысле, что давайте не обижать друг друга, но нужно понять, потому что ислам тоже возник из иудаизма, но иным способом, но иначе, но это тоже наше некромопорождение, а за порождение, господа, нужно отвечать, следовательно, мне кажется, что у нас вообще нет никаких шансов, извините за пессимизм некоторый, вообще на историческое будущее, если мы не установим какие-то нормальные взаимоотношения с другими народами, и с христианами, с мусульманами, а есть еще и дальневосточные народы, у которых свои собственные какие-то, ну как бы историческая судьба своя собственная и так далее, поэтому я хочу сделать один очень простой вывод, что между евреями и народом мира, я, мне многие задают вопрос, как ты можешь противопоставить евреи и народом мира, или Израиль и человечество, и это неравноправный элемент, Израиль это же чай человечества. Конечно, Израиль это чай человечества в понятии Адам. И Израиль много чего из этого понятия Адам, то есть тот, который сговаривает с Богом напрямую, без посредников, и который несет перед Богом ответственность, иногда хорошо, иногда плохо. Да, Израиль — это, конечно, человечество, но другие народы мира, Бнаеноха, они тоже человечество, на другом немножко смысле. И, соответственно, поэтому эти взаимоотношения крайне важны, и мне кажется, что именно так и можно ставить вопрос. Я, наверное, свой лимит уже исчерпал, да? На самом деле, да, огромное вам спасибо, Илья. Было очень интересно, и, ну, на мой взгляд, вы озвучили целый ряд тем, которые, может быть, я бы рискнул предположить, может быть, окажется, что их не очень легко переварить целому ряду наших слушателей. Я лично, мне очень резонирует практически все, что вы сказали. Я даже озвучил для себя некоторый вопрос здесь по поводу вашего выступления, но вы на него практически уже ответили. Вопрос у меня звучал примерно так. Народы мира, ну, в лице католической церкви, в лице протестантских конфессий, в общем, во многом на себя приняли ответственность за катастрофу. Мы можем об этом говорить. В качестве примера можно привести хотя бы даже пример вот этой очень интересной книги, приведенной на русский язык, муки евреев, одного из самых известных католических священников по Америке, Эдварда Флангерей, который в свое время был у истоков этого движения. Вы затронули целый ряд очень важных тем, но основная тема, это, в общем, продолжение того, о чем говорил Илана Хамма, конечно, это тема ответственности. И, ну, в рамках понимания ответственности, она как бы лежит на всех. Тогда возникает вопрос, не будьте честны. В таком случае принять часть ответственности нам еврею на себя и соответствующим образом пересмотреть наши отношения к христианству и, рискну сказать, даже наши отношения к катастрофе. Ну, это, видимо, уже тема для отдельной очень серьезной полемики и дискуссии. У нас в каком-то формате тут уже, хотя не было намечено полемики, у нас, скорее, дискуссия, но, в общем, тут уже прозвучали две точки зрения, которые, опять же, если мы возьмем, наверное, вспомним наши еврейские источники, они обе у нас присутствуют. Есть знаменитые слова Раби Шибна Бариха, Аллаха и Белидуа, Исап Санел Иахов, известно, и это Аллаха, что Исап как ненавидел, так и будет ненавидеть еврейский народ. Это одна точка зрения, которая, в общем, во многом сегодня тоже уже прозвучала, а другая, во многом понятная точка зрения, это точка зрения такая еврейского гуманизма. И, в общем, я как продолжатель, ученик учеников Алтаве и Слободки во многом, конечно, придерживаюсь этой точки зрения о том, что все человечество восходит от Адама, и Адам был сотворен в единственном числе, это напоминает нам о том, что каждый из нас в каком-то смысле носитель вот этой общечеловеческой идеи. Ну, как обычно, наверное, и то, и другое, слава Бога Живого. В любом случае, вам огромное спасибо, Илья, было очень интересно. И, Натан, если я правильно понимаю, наш предыдущий оратор сейчас готов выступить. А вопросы можно дать, или это идут уже среды с оратора? Или я бы хотел, если секунду остановитесь, каким образом ислам порождение евреев? Можете это пояснить? Илья, только, пожалуйста, очень коротко, я дико извиняюсь. Конечно, я просто скажу, я вам предложу просто к источникам обратиться. Я, конечно, не могу это говорить, это просто совершенно самоочевидная вещь, если просто изучать историю ислама. Первая самая история ислама, во-первых, это, собственно говоря, Исриб, Медина, город, в котором, собственно, возник ислама, это еврейский город для начала. Ну, и вообще все там источники Мухаммеда и все прочее. Там было некоторое количество христиан, христиан, не ортодоксальных христиан, а часть в Аравии, но и евреи. Но это все хорошо известно, описано, нужно просто подобрать книжки подходящие. Ну, я могу, если надо, потом дать ссылки. Да, если можно, дайте, пожалуйста, спасибо. Мы даем, Ровен, да, ты со мной? Ты с нами? Да, я думаю, что мы хотим передать слово доктору Ури Линец, он готов, да? Да, Урий Линец, он же Юра Линец, он вполне с нами, он сказал раз-два-три. Юра, ты можешь сказать что-то более, кроме раз-два-три? Ну, наверное, могу, если меня слышно. Да, мы тебя слышим, вперед. Слава Богу. Так, я бы хотел сказать два слова о самом важном, на мой взгляд, в любой теме. Это терминология и классификация. Дело в том, что, вот я очень признателен выступающим здесь, никто не произнес фразы типа «фашисты уничтожали евреев» или «нападение немецко-фашистских войск на СССР». Потому что в этих фразах, которые в нас начал внедрять агитпроп с 23 января 41 года прошлого века, никак не раньше, значит, в этих фразах содержится грубая фактологическая ошибка. Партия, вождем которой был Адольф Илоизевич Гитлер, называлась «национал-социалистическая немецкая рабочая партия». И слово «социализм» в ней не менее важно, чем слово «национальный». И те принципы, которые были заложены в национально-социалистическое немецкое движение, они, собственно, и содержали в себе катастрофу будущего. Конечно, интернациональный социализм российско-большевистского образца по сути ничуть не лучше, чем национальный социализм. И если бы Большоусс и Сталин не подох в Пурим 1713 года, то 1953 год стал бы годом окончательного решения еврейского вопроса в Восточной Европе и в СССР. И, так сказать, вся подготовка, вот, дело еврейского антифашистского комитета, дело еврейских писателей, дело врачей, дело Сланского, польские процессы при Гомунке, вся подготовка к окончательному решению еврейского вопроса в рамках большевистского социализма была уже проведена. Социализм вообще подразумевает, что ради светлого будущего возможно все. поскольку сталинский социализм до середины 30-х годов был интернациональным и уничтожались вредные классы и социальные группы, то дальше, особенно с 1943 года, он стал вполне национальным и начали уничтожаться национальные группы, так сказать, вот, крымские татары, чеченцы, калмыкии и так далее, и все, собственно, было уже подготовлено к уничтожению еврейского народа. Еврейский идеал, как он в иудаизме сформирован, он, очевидно, противоречит социалистическому идеалу. И не случайно Карл Маркс считал мировое еврейство злейшим врагом социализма. И где мы находим сегодняшних антисионистов, чтобы не сказать антисемитов, среди европейских и неевропейских левых социалистов, так сказать. Вот эта философия, она каждый раз порождает антисемитизм, в какие бы одежки антисионизма, антиизраилизма он бы не рядился. И первый вывод, который я хотел бы сделать, что любой социализм по определению беременной катастрофы, так сказать, уже дальше в какой форме это будет происходить, какой родится из этого ребенок, это вопрос. А вот как раз фашистские государства Европы, то есть правоконсервативные государства, активно в катастрофе не участвовали на уровне государственной идеологии. Скажем, Испания с Франко во главе, она своих евреев спасала, и спасала очень активно. Италия с Муссолини своих евреев, по крайней мере, не уничтожала. Эксцессы с евреями Хартистской Венгрии были, но массовое уничтожение венгерских евреев произошло только после немецкой оккупации Венгрии в 1944 году. Всегда принято Болгарию называть фашистской страной, но Болгария с царем Борисом во главе активно спасла всех своих евреев. То же самое сделала Финляндия с Маннергеймом, тоже лидер правого диктаторского типа. Там все евреи были спасены. И дальше мне бы хотелось сказать пару слов, ну, очень коротко, потому что это, в общем, общее место уже, о христианско-еврейском взаимодействии, которое было начато с доктрины Фомы Аквинского. То есть это XIII век, что церковь – Новый Израиль, что роль мессианского народа перешла к христианской церкви, и евреи, которые не признали ихнего Машеха, должны жить в изгнании, демонстрируя фактом своего существования, как плохо бывает народу, который не признал в рабе Ешуа Машех. И в рамках вот этой вот доктрины Фомы Аквинского, которая отнюдь не подразумевала уничтожение евреев, мы оказались единственным религиозным меньшинством Европы, которая пережила средние века и выжила в дихотомии крещения и уничтожения. То есть, так сказать, все другие народы, все другие религиозные течения в Европе так или иначе были вынуждены или принять христианство, или быть уничтоженными. Дальше в христианстве возникло движение Лютера, которое с точки зрения своих принципиальных основ явилось возвращением к Ветхому Завету, возвращением к собственным корням, попыткой, так сказать, очистить христианство от каких-то таких, на взгляд Лютера, вредных и неправильных искажений и вернуться к тому, что, так сказать, основа христианства – это Ветхий Завет, и, так сказать, к нему надо приблизиться. При этом Лютер рассчитывал, что евреи массово вернутся в лоно христианской церкви, потому что эта новая реформированная христианская церковь возвращается к Ветхому Завету, возвращается к Торе. Ну, к сожалению, для Лютера это не произошло, и конец его биографии ознаменован различными антисемитскими высказываниями. XIX век в Европе везде явился в той или иной мере веком освобождения от такой вот доминирующей роли христианской церкви. И катастрофа, она, по сути дела, стала реальностью в обществе, где христианский антисемитизм остался, а само христианство, как главная доминанта общественной жизни, исчезло. Причем там, где христианство оставалось достаточно укорененным в обществе, ну, вот примеры, да, что еврейских детей в Польше спасали в католических монастырях. Вся община болгарских евреев, 50 тысяч человек, была спасена в религиозных деревнях. Праведники мира часто это были люди, сохранившие свое христианство, ну, в качестве таковых немецкий католик Антон Шмидт, унтер-офицер немецкой армии, спасавший евреев Вильнюса, или шведский протестант Рауль Валенберг, спасавший венгерских евреев. Ну, по сути дела, в каждом народе Европы были и праведники, и активисты катастрофы. И если почитать материалы авианской конференции, то тут вот нельзя не согласиться, что с тем фактом, что все народы мира без исключения приложили свою руку к возможности осуществления катастрофы. При этом интересно, что лидерами борьбы против национал-социализма стали руководители протестантских государств. То есть Черчилль и Рузвельт, главы самых мощных протестантских государств того времени. Причем Англия, как протестантское государство, она участвовала во Второй мировой войне дольше всех других народов мира. Так сказать, Англия вступила во Вторую, ну, не считая Германии, понятно, Англия вступила во Вторую мировую войну 3 сентября 1939 года и закончила ее 9 мая 1945 года. При этом интересно, что католические страны, скажем, католическая Испания и католическая Италия были союзниками Германии, а полукатолическая Франция по крайней мере не была противником Германии. Ну и два слова об исламском антисемитизме. Юра, если можно, я дико извиняюсь, буквально действительно... Пора кончать. Все, исламский антисемитизм уже был сказан. Тогда последние две фразы. Что антиизраелизм, антисионизм сегодня это подсознательное желание человечества организовать вторую катастрофу путем ослабления Израиля, размывания его еврейского характера и прямой поддержки различных арабских режимов. Мир и хочет, и боится увидеть в Израиле пути решения глобальных проблем человечества. Рабочий вывод. В нееврейском мире наши естественные союзники это правые консерваторы. Самый лучший президент Америки для Израиля это Трамп сегодня. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Ури. Было очень приятно вас слышать. Прозвучал целый ряд довольно интересных здесь идей. Мне кажется, одна из интересных идей, которая прозвучала, которая требует, наверное, отдельного рассмотрения, в общем-то затронули тему христианского сионизма. На эту тему вообще на русском языке практически даже нет литературы. Такая очень известная в Америке книга Standing with Israel, автор которой как раз представитель этого движения. Но как раз завтра в нашей дискуссии с профессором Миломедовым мы затронем, говоря об истории Иерусалима, мы затронем в том числе тему христианского сионизма. Я думаю, это достаточно интересная тема, о которой у нас по целому ряду причин довольно мало говорят. Вообще, было очень интересно вас слышать. Большое вам спасибо. Да. Маленькое замечание. Лично для меня... Да. Одну фразу. Что лично для меня тема христианского сионизма является принципиальной, потому что я свою алию в Израиль сделал с помощью христианской сионистской организации. Они мне помогли с переездом. Вот. Так что... Я вас понял. Ну, по целому ряду причин это для нас, конечно, тема очень непростая. Да, конечно. Мы все это прекрасно понимаем. Очень-очень непростая тема. Ну, вот мы попытаемся завтра в том числе этой темы коснуться. А у нас... Я так понимаю. Извините. Какое время завтра? По каким каналам это? А это будет здесь же на Лельмо? Ребята, вы говорите сейчас не посторонние. Потому что мы начнем разжижать сейчас атмосферу и народ начнет разбегаться. Давайте продолжим. Небольшой вопрос. Это тоже можно здесь на Лельмо. Тоже самое. Да. Да, Нехама. Да. Это может быть частный вопрос, но где-то я эту логику потеряла. Почему ты считаешь, что социализм так категорически противоречит иудаизму? Например, очень известный каббалист Ашлат, автор книги «Сулан. Комментарии к Золуру». Он был практически коммунистом. Он был коммунистом. Да. Да, практически коммунистом. И это никак не мешало им быть, так сказать, очень глубоко понимающим иудаизм евреем. Я понимаю твое заключение, что действительно получилось так, что страны, там режимы, в которые были склонны к социализму, там действительно с этим делом обобщение, оно как бы... Это такая модель, но ты рушишь модель, не надо. Да, но вот надо, я просто хочу сказать, что модель у меня есть некоторая ограниченность. Нет, почему? Все в порядке. Среди социалистов тоже были хорошие люди. Что ж тут плохого? Среди евреев бывают хорошие люди. Среди евреев бывают хорошие люди. Нет, я имею в виду, просто сказать, что непонятно, почему иудаизм на самом деле не устанавливает, какой должен быть строй. Это наше как бы дело, в каком строе мы собираемся жить и насколько там легче строить правильное общество, правильные морали и отношения. На эту тему есть очень интересная книга профессора Леви, Юда Леви, которая, кстати, есть в русском переводе. В иврите она называется «Мур Эдгара Этфуфа». В русском переводе эта книга называется «Принимаю вызов». Да, и там как раз эта тема подробно освещается тем, кому интересно, очень рекомендую почитать в русском переводе. А я так понимаю, что у нас... Да, мы должны сейчас перейти к нашему следующему выступающему, и это у нас Пинхас, да? Привет, да. Добрый день. Очень приятно тебя видеть и слышать. Спасибо. Итак, относительно последнего тезиса, который сейчас обсуждался по поводу социализма. Мне кажется, что на самом деле ВДС-дел проходит здесь не между социализмом и капитализмом, а между подходом Танаха и марксизмом. Это отдельная тема, которую я, собственно, не собирался сейчас рассказывать, но с моей точки зрения марксизм и тот неомарксизм, который сегодня в Америке, это и есть главная проблема для выживания для еврейского народа. Но это слишком отдельная тема, я поэтому не хочу в нее влезать, а про то, что у нас основное сегодня обсуждение. Значит, прежде всего, мне кажется, что катастрофа вообще не может быть рассмотрена в понятиях награды и наказания и даже, может быть, ответственности, потому что, если мы осматриваем исторический процесс, то катастрофа не может быть отделена от создания Израиля. То есть, пока сегодня мы очень близко, это как бы два отдельных события, но совершенно понятно, что в исторической перспективе это одно событие. И такие события, как разрушение храма или построение первого храма и второго храма, и выход из Египта, они вообще не могут быть рассмотрены в такой локальной перспективе. Это слишком глобальное событие, слишком большое. Об этом, как мы помним, в Талмуде, когда рабе Акива спрашивает, то есть, когда Моисей спрашивает Всевышнего про рабе Акиву, что где здесь справедливость, что он, значит, так толковал Тару, а вот его римляне казнили, то Бог ему говорит, замолкни, и так поднялось в моем решении. То есть, есть вещи, которые невозможно вообще осознать в понятиях нагляда и наказания, справедливости или вообще чего-то такого, или вины. Потому что это изменение общей истории человечества. И нужно осматривать катастрофу и создание Израиля как возвращение в страну через две тысячи лет после разрушения второго храма и ухода еврейского народа в изгнании. То есть, только такая перспектива, мне кажется, осмысленной. И точно так же, как уход еврейского народа две тысячи лет назад был важнейшим фундаментом для формирования и распространения христианства, и без этого христианство бы не сформировалось, так мы его знаем. И нужно было, чтобы еврейский наивот ушел. Об этом, кстати, очень Авкух пишет много, что еврейский народ предпочел уйти со сцены исторической. А в нашем поколении еврейский народ предпочел вернуться на эту историческую сцену. И поэтому, так же, как уход еврейского народа две тысячи лет назад совершенно изменил историю человечества, так и возвращение еврейского народа должно совершенно изменить историю человечества. То есть мы должны обсуждать с народами мира не катастрофу, не вопрос той или иной вины, не вопрос коллаборационизма. Все эти вопросы, они, конечно, важны, Яд Вашем важен, все это существенно, но то, что всех посетителей Израиля, то есть иностранных президентов и премьер-министров вводят по протоколу Яд Вашем при первом визите в Израиль, это, в общем, совершенно неправильно. Совершенно довольно давно надо было заменить и вводить их как бы к храмовой горе. В Иерусалиме, ну не на храмовую гору, но подниматься в точку, из которой видно храмовая гора и говорить, вот здесь стоял наш храм. Вот это должно стать протоколом государственным Израиля. А кто хочет Яд Вашем пойти, то, конечно, тоже, но не ставить это в качестве основного и главного. И отношения Израиля с народным миром должны быть обсуждаться вообще не в понятиях, было ли хорошо в этих странах или было плохо в этих странах, и виноваты ли они или не виноваты они в том, что в катастрофе. Должно строиться вообще совершенно в другой перспективе. Должно строиться в перспективе влияния Израиля как государства на дальнейшую историю человечества, нашего сотрудничества с цивилизацией западной. Я, конечно, совершенно не согласен с тем, что западная цивилизация умерла, все кончилось. Это, по-моему, ее хоронят не только не первое десятилетие, а не первый век. Ее уже давно хоронили, и это все совершенно преждевременно. Я абсолютно не согласен с концепцией, что вот исламская цивилизация гораздо лучше, и она-то нам научит, как, значит, правильно быть западной цивилизацией. Я считаю, что это совершенно неверно. И, разумеется, я думаю, что западная цивилизация нам гораздо ближе, чем исламская. Даже с чисто религиозной стороны у нас общий текст писания, у нас общий Танах. С исламской цивилизацией у нас общий рассказ, то есть общий нарратив, близкий нарратив, но нет общего единого текста. Это совсем, то есть, поэтому западная цивилизация у нас, Исав, это брат еврейской цивилизации, а исламская цивилизация, то есть Ишмайль, это двоюродный брат еврейской цивилизации. И в этом смысле Исав при всех проблемах нам все-таки гораздо ближе, чем Ишмайль. Но в любом случае, я думаю, что такая концентрация на катастрофе, она вообще неправильна. Нам нужно сконцентрироваться на том, какой, собственно, месседж мы несем человечеству, что мы хотим ему дать, как мы должны сотрудничать и с христианством, и с исламом, чтобы этот месседж передать, как нам правильно построить наши позитивные отношения и с христианством, и с исламом, не как строить конфликт, никто кого переборет, а как нам требовать с ними сотрудничество. Вот это, мне кажется, самым главным. Все это то, что я хотел сказать. Это очень интересное выступление, оно во многом такое достаточно полемичное. У меня будет тут один такой комментарий, если можно. Вот тут очень важная мысль прозвучала, что нужно заменить визит в Ядвашем, визитом, например, на Храмовую гору. Это в рамках понимания вообще еврейской идентичности, или это в рамках понимания глобализма, или может быть то и другое, как вообще? Нужно включить микрофон. Микрофон выключен. Пинхас? Пинхас, дорогой, ты же хост вообще, тут админ, ты всем управляешь. Мы не можем тебе с микрофоном ничего сделать. Я забыл, что сегодня, когда... Окей, извини, я перескажу. Значит, я не понял вопроса. Это и в рамках идентичности, и в рамках глобализма, и в рамках отношений, в рамках всего. В рамках позиционирования Израиля, и в рамках позиционирования причин, по которой вообще мы живем в этой стране. Мы живем в этой стране не из-за Ядвашема. Да, Ядвашем, то есть катастрофа, была очень сильным импульсом, который действительно способствовал созданию государства. Как это ни печально, как это ни ужасно. Действительно, до катастрофы у еврейского народа не было установки на создание государства в такой силе, как это появилось после катастрофы. Это все чудовищно, это все ужасно, но это не может быть обсуждено в рамках, так сказать, как я уже сказал, награды или наказания или чего-то такого. А причиной нашего нахождения здесь является Храмовая гора, а не Ядвашем. И поэтому именно туда, к Храмовой горе, нужно вводить всех иностранных пристей. Очень интересная мысль, я думаю, что очень своевременная. Но у меня возникает ощущение по накалу страстей и по тому, насколько эта тема до сих пор еще важна, тема катастрофы, что в каком-то смысле этот гештальт, скажем так, еще не закрыт. И, возможно, то, о чем говорит Пинхас, это то, куда нам предстоит идти. Но у меня такое ощущение, что мы еще там не совсем находимся по целому ряду причин. Натан, я так понимаю, что у нас еще немножко осталось время на вопросы? Я хотел сказать одну секунду техническую. Я хотел сказать такую вещь, что два заявленных еще лектора, они сегодня не смогут выступить. Один это Рафзеф Рубенс, который по техническим причинам не смог участвовать. И второй это Геворг, который мы просто не можем больше расширять, что я думаю, что нам надо как бы, мы не можем снижать как бы планку и накал. Это неправильно. Скорее всего, мы сделаем продолжение, да, и предоставим там возможность выступить еще, в всяком случае, этим двоим, может быть, кому-то еще. Мне кажется, мое мнение, надо предоставить участвующим хотя бы минимально задать вопросы. Окей? Рубен, ты... Да, ты... Я прошу прощения, я здесь... Я сказал, что мне кажется, надо обязательно предоставить возможность, если есть вопросы, у слушателей, задать хотя бы, озвучить хотя бы несколько вопросов. Окей? Потому что иначе... Да, друзья, можно писать в чат, или можно просто... Чат полно обсуждениями. Послушай, мы народу не давали микрофон, поэтому народ как бы ушел в подполье и общался в чате. Ну, хорошо. Мы как бы рады тому, что были эти самые закулисные беседы, разговоры. Может быть, кто-то все-таки хочет озвучить и выступить. Пожалуйста, сейчас время. Ну, можно мне пару слов сказать только? Нет, сейчас, секунду, все, извиняюсь. Обязательно. Да, если у народа не будет... Кто-то хочет что-то сказать, только, пожалуйста, реагируйте быстро. Если да, то да. Если нет, то нет. Я хотел Мухамму спросить, ответить. Словно? Что-что? Да-да, мы слушаем. Мухамма, я хотел спросить по поводу вашей реплики, по поводу Ашлага, социализма и так далее. Да, чисто теоретически, да, можно предположить. Но вы же видите результат? Лайтман, например. Вы хотите такой результат? Нет, нет, нет. Ну, это совершенно уход в сторону, совершенно, абсолютно. Какой уход в сторону? Его учение, это его ученик. Да-да, ну... Это уход в сторону, согласитесь, Матан. Мы это сейчас не обсудим. Нет, нет, это... Ну, это уход с вашей точки зрения. Ну, он-то... Окей, послушай, сейчас... Нет, просто не наша тема. Это не наша тема. Я сейчас... Вопрос, что она сказала, что она сейчас не сможет на это ответить. Все, мы отбили это. Потом можно обсудить, но это не относится к катастрофе, например. Окей, хорошо. Хорошо, значит, в другой рамке это обсудим. Я хочу по поводу того, что мы не должны водить в Ядва-Шар, мы должны... Финкас уже отъехал от своей прежней позиции, что мы должны водить их на Храмовую гору, а только показывать издалека Храмовую гору, что это вообще как-то очень сильно ослабляет, на мой взгляд, утверждение, как он раньше говорил. Но и это в некотором смысле проблематично. Ощущая то ощущение, что нам необходимо построить храм на этой земле, оно немного проблемно. Я сама регулярно поднимаюсь на Храмовую гору. Для меня это необыкновенно важное место. Но надо понимать, что в тот момент, что мы не выполнили свои миссии, что мы не смогли справиться и научить народы тому, что мы должны были их научить, научить их правильному моральному поведению, правильному моральному выбору. То, что, в общем-то, требовало от нас Всевышний, чтобы мы пришли к правильному взаимоотношению между человеком и человеком, между народом и народом, мы этого до сих пор еще не сделали. И если мы построим третий храм, не справившись с этой задачей, то храм снова будет разрушен. Поэтому мы не можем отказаться сказать, забудем про катастрофу. Конечно, я же поэтому и подчеркнула, мы не говорим о вине, мы не говорим о наказании. Мы говорим о новом переосмыслении того, что нам принесла катастрофа, и то, что это сделали современные философы 20-го века, они сказали, мы должны задуматься о нашей ответственности, о нашей ответственности за нашего ближнего, о наших отношениях с ним. И это же мы должны как-то передать другим народам и научиться у них, и научить их, и построить эти отношения на основе взаимоответственности. Пока этого не будет, водить храм и даже подниматься на храмовую гору всяким главам государств, это просто такой же жест, как и просто водить их яд Гошем, потому что на самом деле это тоже не несет какой-то некий ритуальный характер, а вот и не наполнено смыслом. То есть время еще не настало, мы еще не готовы к этому, окей. Я хочу сказать, что нельзя отказаться ни от одного, ни от другого. Это две части одного и того же. Исходя из катастрофы, мы должны прийти к храму. Мы научились уже чему-то, и должны продолжать этому учиться. Окей. Окей. Женя Шнитман, насколько я понимаю, это Евгений. Ты поднял руку, пожалуйста, меня слушаем. Я поднял руку, я хочу сказать, что в принципе наша беседа такая маргинальность такая. То есть мы должны понять, что никого мы ничего не обучим. И более того, мои путешествия говорят о том, что большинство людей стран мира даже не знают, что такое государство Израиль. Это мы как бы кучкуемся, говорим о себе там. Это абсолютно неверный подход. Затем религия тоже вообще в этом тут не должна упоминаться. Потому что то, что произошло, это не связано даже с религией. Независимо от того, евреи бы верили в Бога, там все молились и не молились. Это говорит о том, что это нам не помогло. Надо строить отношения чисто, так сказать, как государство, которое не религиозное. А строить свои отношения с другими государствами просто. Поэтому вопрос о том, что религиозную часть нужно вообще как бы убрать из этого обсуждения. И давайте, ну, это бесполезная затея. Окей, хорошо. Мы услышали эту точку зрения, мы ее обсудим. Замечательно. Кто-то еще что-то хочет сказать? Здесь был вопрос в чате, я видел. Был вопрос о том, какую опасность представляет христианский мир. Вопрос от Алексея. Какую опасность для евреев, для иудаизмов представляет христианский мир. Был такой вопрос в чате. Я, так понимаю, он обращен всем. Может быть, кто-то хочет ответить на этот вопрос из наших уважаемых лекторов. Так, но лекторы замолчали, они выпали в осадах. Я позволю себе короткий комментарий на тему о том, что было сказано предыдущим ораторам. Тут было, Евгений сказал по поводу того, что Израиль мало релевантен. Я, ну так сложилось, я во многих странах путешествовал и жил, и у меня несколько паспортов, в том числе австралийский. В свое время, как раз, когда я направлялся в Австралию, я оказался в Бангкоке. Это был 96-й год. И я взял такси, и я сказал таксисту, Кэби, я ему сказал, что я израильтянин. И он спросил меня, сколько людей живет в Израиле. На тот момент в Израиле жило примерно 5 с небольшим миллионов людей. Я ему сказал 5 миллионов. Он подумал, что я шучу, 5 миллиардов, я говорю, нет-нет, 5 миллионов. Он говорит, ну про вас же каждый день показывают по телевизору. Как это может быть в Бангкоке, в этом городе живет 10 миллионов. Так что это к вопросу о том, насколько вообще об Израиле знают в мире. А потом у меня был такой эпизод, когда я на пароме из Сингапура отплывал на острове Бентан в Индонезии. И огромный экран телевизионный. И показывают всего две новости. Первая новость, что-то там в сингапурском парламенте, очередное всеобщее массовое голосование. Там у них такая весьма купленная демократия. А вторая новость была как раз о том, что какая-то очередная операция в Газии. Значит, израильские танки Меркава входят в Газ. Но это еще до размежевания, соответственно. Так что это к вопросу о том, насколько вообще Израиль освещается в мире, насколько люди знают об Израиле. Я думаю, что об Израиле люди знают очень хорошо в мире сегодня. Окей. Смотри. Пожалуйста. Вопрос можно, да? Да, конечно. Может быть, задать вопросы в e-mail вам перед следующей встречей? Подготовите задать вопросы в e-mail. Так, я не понял. Технические вопросы... Хорошо. Технически мы говорим так. Спасибо всем, кто участвовал. Если кто-то сейчас еще дозреет в плетении ближайших минут и задаст вопрос, он, по-видимому, получит ответ. Все, кто не успели высказаться, имеют что-то сказать, либо додумают позже, пожалуйста, пишите мне на e-mail. Мы подумаем, в какой рамке сделать продолжение этого разговора. Окей? Это был ответ? Спасибо всем. Спасибо всем. Спасибо. Окей. Ну, хорошо. По-видимому, как бы народ, ну и как бы подустал. Мы подочерпали. Будем заправить. Мне кажется, мы, как это и подразумевалось, мы затронули только часть огромного айсберга. Мне кажется, в принципе, наш подход, наш, по большому счету, всех, он подход правильный, да? Были представлены различные точки зрения. Мы поняли, что это очень сложно. Пинхас Полонский в конце, как обычно, он нас выстроил в шеренгу и указал нам точный путь. Не факт, что мы будем все двигаться в этом направлении. Но это тоже приятно. Окей. Ничего я не выстраивал. И я не имел в виду опровергнуть предыдущий характер. Я имел в виду только дополнить предыдущий характер. Все, что сказали предыдущие характеры, все правильно и хорошо. Нет проблем. Рубинович, у вас свои мысли есть. Послушай, ты не на парт собранник, и не на да, правда. Натан, я тебе хотел сказать большое спасибо за организацию этого очень интересного мероприятия. Я думаю, что мы будем продолжать в формате дискуссий. У меня вообще возникло желание такой новый формат ввести, типа что-нибудь за чашкой чая, где, может быть, у нас будут диалоги. Мне было бы интересно поговорить. За чашкой чая, мы же не мусульмане. Ну, почему? У нас русский такой формат. За чашкой чая, я тоже по-русски. Домашние обстановки неформальные. По поводу мусульман это отдельная тема, об этом тоже можно поговорить. Но, да, но мне хотелось, во-первых, сказать всем большое спасибо всем участникам. Спасибо вам, да. Было прекрасно. Было очень много интересных мыслей, которые, ну, лично мне, по крайней мере, дали колоссальную пищу для ума. И я надеюсь, что если вот так смотреть на этот формат, то это получилось очень удачным и интересным. Огромное спасибо Натану. Огромное спасибо всем участникам. И, наверное, да, наверное, будем ждать ваших вопросов, ваших реакций. И большое всем еще раз спасибо. До новых встреч. Спасибо. Всем счастливо. До свидания. Будьте в курсе наших сообщений, как нам нужно кончать информбюро. Будьте в курсе наших сообщений. С Божьей помощью мы будем развивать этот формат. У нас в обойме есть уже несколько подготовленных следующих заседаний, но не будем делать спойлер. Все. Всем счастливо и до свидания. Спасибо. До свидания всем. Пока-пока. Спасибо. Хорошего дня, кому вам не нравится.